Записи, это четвертая часть прохождения первой части баннер-саги. Уже до начала записи я еще раз похвалил игру и порекомендовал, если вдруг вы не проходили, посвятить часть своего времени на прохождение, потому что история для каждого из вас, ну она будет в любом случае отличаться от моего прохождения. Поехали. Мы остановились на четвертой главе. Тяжелой ситуации, провизии нет, настроение ужасное. Не позволяйте им рассредоточиться, кричит передний варл, когда вы подбегаете к полю битвы. Вскоре, почти сожалея, вы оказываетесь рядом с ним и перед устрашающим количеством драгов. На этом мы, собственно, завершили вчерашний трай. Одержав победу в бою, тем не менее, я побежал за врагами и не справился с подкрепой. Короче, две сотни врагов, у нас 176 бойцов и 62 варл. Я через холл пойду, удерживайте их, поднимите щиты. Поехали. Добрый вечер. Ксилейр говорит, прямо только что досмотрел запись третьей части, тут четвертая подъехала. Хороший вечер, отлично. Тайминг прекрасный. Ну что ж, у нас есть на выбор пацаны. Единственное, что... Есть несколько нулевых товарищей первого левела. Крумр. Килл раненый точно. Они весьма сапит... Хотя, наверное, можно взять фасольта. Он потанкует, он, по крайней мере, второго уровня. Крумра можно взять, конечно, но... Давайте, ладно, попробуем так. И, кажется, в прошлый раз я закинул славы и повысил олетту, но сомневаюсь, что это стоит... А, или фасольта я повысил. Повысить уровень своего предмета. Блин, он тратит деньги на таунт. Он, конечно, хороший. У него колоссальная броня. У него есть таунт, он может привлекать на себя внимание. Урон он не наносит. Но удар держит. И за десяточку всего. Или лучше за пятнашку взять и олету апнуть. Да, давайте олету все-таки. Поехали. У него максимальное пробитие, максимальное здоровье. Армор вряд ли ей нужен. Ей скорее нужна... Сила воли и решительность, или как она там называется. Напряжение, кажется. И по предметам надо раскидаться, потому что есть предметы третьего уровня. Шанс двойного урона силе. Давайте дпсерам дадим. На пятый уровень есть предмет, но некому ставить. Защищает от смерти. Нулевому вот так вот дадим. Хорсик какой-то странный подошел. Варик будет в воскресенье, если адекватно отвечать на твой вопрос. В воскресенье будет следующая квалификация. Русбрейн Капа. Но, естественно, чем больше вот такого негатива, связанного, тем меньше хочется для подобного рода пилить стрим. Ну, я не буду принимать во внимание это сообщение. Так. Все. 4-4-4-3-1-2. Ну, бывает. Бывает, да? Славы нет. Поехали. Не стоит недооценивать силу врага. В прошлый раз я вот недооценил. Так, позиция, конечно, не очень хорошая. Наверное, стоит начать вот с этого упыря. Потом разобраться с... Принять вот этих вот трех мелких. Наверное, но это не точно. Ухожу влево. Это раз. Дальше у нас Одлейф стреляет. Это два. Олет-то третий. Блин, как-то не очень удачно выходит. Ладно, в любом случае, Ивара переношу. Ставлю поближе. Сюда. Ну, и ухожу. И вообще, может быть, стоит врываться уже. То есть ставить вот так. И работать исключительно на врыв по этому упырю. Поехали. Так, в первую очередь пробить броню максимально. Лучники у меня с двоечкой, с троечкой по пробитию. Когда он будет ходить, вопрос. Этот добегает, увы. Но там щитовик... Не страшно, не страшно. Он будет ходить. Еще успеет. Короче, снимаем еще броню. Четверочку. Я думаю, этого хватит. И остальное все будем по силе. Это пробивает. Но 17 брони тут должны выжить. Нормально. О-о-о-о, косяк. Первый косяк, потому что из-за позиции я не могу тут нормально выстрелить. И через обилку я, естественно, тоже тут никаким макаром не достаю. Отдыхаем. Косяк. Ну, надо сейчас врываться и пробивать. Потому что у него брони нет. А 19... Короче, удар в девяточку. И успеваем... Оп! Добиваем. Хорошо. Так, будем ли мы откачивать эту троицу? Я думаю, стоит. Чтобы лучниками лишний раз не подходить. Этот больно бьет по броне. Насколько я помню. Хотя не очень. Придется, тем не менее, подходить. Атакуем также по броне, но без... Без траты силы воли. Это раз. Блин, это плохо тоже. Вот, вот уже ошибка. Уже ошибка, причем такая серьезная. Еще минус броня. Тоже умудряется дойти. Я не посмотрел порядок перемещения, к сожалению. Этому успею походить. Наверное, имеет смысл... Еще по броне разок ударить. Здесь уже снимем. Восьмерка, девятка. Раз. Двойку оставим. Потом надо будет приниматься за бронированных. Тут десятка, прям тютелька в тютельку. Единичку оставляем. Прекрасно. Эти двое не угрожают уже, серьезно. Только броню будет постепенно, постепенно пробивать. Тут, конечно, вопрос. Перегруппироваться ли к лучникам или нет? Или уже выходить? Я не хочу просто подставляться под 16 хп. А у кого у меня восстановление... Уклонение от силы атаки? Блин, я не взял кольцо, которое восстанавливает броню. Точнее, я взял, но оно у меня... Нет, я даже не взял его. Ой, дурак. Ой, дурак. Музыка, да, музыка прекрасная в игре. Атмосферу создает нужную. На самом деле, я могу подойти вот так вот. И уже начать пробивать. Потому что тот не успевает до... До меня. Или здесь пробить лучше. Или затаунтить его просто. 14-12. Да особо нет смысла. Давайте по броне лучше двоечек. Ну, тут что здесь 12, что здесь 14 брони. Разница не такая большая. Что мы можем сделать? Также ушатывать броньку. А он доходит, гад. Вот этот доходит. Можно, конечно, по этому бжухнуть. Наверное, стоит. Потому что, во-первых, он до него не проберется, с одной стороны. А этот уже дойдет. Когда он будет ходить? Эта фигня. Мы можем, кстати, дальним восстановить. Или этого. Не, давай лучше этого восстановим. Попробуем сыграть на... На том, что мы знаем, что он будет пытаться ко мне вот сюда пройти. То есть, бахаем вот так вот стрелу. Потому что он не защищенный там товарищ. А, нет, он заблокирован. Оказался. Ё-моё. Ну, что за дела-то такие, а? Он оказался заблоченным этим. Подхожу. Я не знаю, что делать. Удар щитом отталкивает своего. Я иногда не понимаю вообще вот эти вот мувы противников. Тут обязательно пробиваем на семерку. Самый, наверное, выгодный удар. Тут мелюзга осталась. Может быть, имеет смысл пробиваться через них. Потому что по-другому я тут не смогу... Да, давай. Не смогу выйти. Плюс мне нужно повышение этому. Надо его подкачать. Так, что здесь? Удар по броне. А этот успевает добежать до... До лучницы у нас. И он, кстати, сейчас ходит уже. Значит, у меня кто-то гуфнится внизу, получается. Или я прохожу вот так вот блочим. Наверное, самый простой вариант. Надеюсь, ловушка на меня не действует своя же. Слава богу. Это тоже немножко больно, но ничего. Так, ну что, продолжаем пробивать людей бронированных. Это раз. Да, вот она боль. Вот она боль. Надо по недостающей броне жухать человека. Или последний раз попытаться пробить. Давайте сделаем так. Три урона. Там потому что от лейв еще... Ой, в смысле, это наша... Как-то иззывательных, господи, забыл уже. Во, 11 урона. Прекрасно. 13. Одним выстрелом нейтрализуем почти полностью этого упыря. Может быть, даже стоит уже мелочевку ушатывать. Да, поехали. Ради славы, ради киллсов, ради вот этого еще больного. Не очень, как выяснилось. Подходим. Фигово. Может, док-код? Кому-нибудь из наших, например. А, он может только... Ну, давай так. Всяко лучше, чем еще не делать. Повысили приоритет немножечко. Он начинает вызывать слева наверх. Добрый вечер. Вы так и не воспользовались советом старого Крумара. Выстраивать драгофовлению, чтобы при ударе они по цепочке теряли гроб. Так, не получается. Слишком сложно. Так, падает у нас один. Надо добить верхнего, чтобы не вызывал ни черта. Добиваем раз. И начинается пилотш. Правда, он успевает ударить. Больно ударить успевает. Отступаем, бьем по броне. Это раз. Тоже немножко отступаем, бьем по броне. Сейчас не стоит вообще жалеть. И вкидываем урона приличную. Блин, а может мне тогда подождать сейчас немножечко? Не, не надо. Учитывая то, что я получил два минорных ранения, потерял одного не самого опасного товарища. Давайте попробуем убить нескольких отступающих. Их всего трое. Правда, один из них мега плотный. Да, их трое. Прощур. Надо простреливать броню. Причем надо это делать с фанатизмом. Раз. Этот пока дойдет. Мы должны разобраться. Одлейф должна его останавливать. Ставить сюда стрелы. И выигрывать время. Товарищ с прощой не должен успеть добежать. Поэтому тут подходим снова. Сбиваем ему армор. Как можно больше. Хотя это не самый бронированный. Справа товарищ. Ну и мы его на пилотже. Оп. И ловим. Хорошо. Раз. Но у него по-прежнему остается приличное количество армора. Я еще разок его пробую пробить. Сейчас по-недостающему лучники должны хорошо зарядить. Это уже дострельнет. Да. Жалко. Ну что, через обилку будем пытаться его убить. Он же сейчас будет атаковать. Потому что мы проатакуем тремя, по сути. Будет даже четырьмя получается. Пробуем. Удар. Две лучницы. И удар сверху. Ес. Еще крит там пролетел. Прекрасно. Сейчас надо человека с прощой обязательно забрать. Здесь попытаться в рог. И попытаться этого остановить упыря. Сейчас. С прощой. О, сейчас будет больно вот по этому. Нет, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Неважно. Стреляем. Какой он хитрый, а? Капец. Отталкиваем. Охренеть. Так, тот не доходит. Здесь снимаем еще броню. И следующим кодом его уже... Если добежим, конечно. Блин, он опять доходит. Твою же... А, вот Лейв, она битая, в общем. А как мне быть? Жуть. Надо подходить, пробивать прощуру. И убивать его как можно быстрее. Крит, хорошо, повышение. Удар. А-а-а! Только по броне. Нормально, у нас сейчас пилотш работает. Раз, три брони. Раз, минус три брони. Еще минус двоечка. Еще минус две единицы брони. Последний его удар. От Лейв падает. Да жуть, конечно. А может, и не последний, блин. Еще снимаю броню. Ну, не хватает у него уже силы для того, чтобы его пробить. Сейчас единица силы, а наносит урон шесть. По недостающему количеству брони. Ну, снимаем у него почти половину хп. Крит еще. Еееей! И все, он уже без... Классно, ребят, справились. Справились. Добиваем. И верно. Повязку. Безглазой получили. 50 бойцов потеряли. 17 варлов. Ё-моё. Меньше ртов будет. 15 славы. Надо посложнее все. Надо максим... Вообще по грани надо стараться ходить. Ну, разве не чудо? Говорит фасоль. Меня уже во второй раз отправляют найти варла, который идет в мою сторону, таща за собой людей. Что здесь делают драги? Боги. Неужели никто не знает, что здесь происходит? Они сравняли Грофхайм с землей. Мы несколько дней отступали. Йорундр, наш любимый, теперь в Эйнартфорте. Меня послали забрать Крумра с его отрядом из Змей Клыка, но мы столкнулись с этим отрядом Каменюк, а там, откуда они пришли, их еще больше. Это все твои варлы, Крумр? Чем вы занимались? Ели друг друга? Многие отправились в Бло... Блин. Блотс Балкр. Хочешь сказать, что Грофхайм полностью разрушен? И Вагнир мертв. Да, драги идут за нами по пятам. Варлы, которых вы отправили на север, скорее всего мертвы. Близится конец света. Брось, это уже не новость. Объявлен общий сбор в Эйнар... Эйнар... Эйнартфо... Эйнартфоте. Эйнартф... Эйнартов... Эйнартов... Эйнартовте. 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 Сейчас наш путь лежит именно сюда. Подождите. Несколько секунд фасольд рассматривает вереницу мужчин, женщин и детей, идущих за вами. Без них. Что? Что значит без них? Мы только что спасли ваши шкуры. Послушай, Кроха. Ты не представляешь себе, сколько драгов я убил за последние недели. Я не вступаю в сражения, которые не могу выиграть. В том числе пытаться без приглашения привезти людей в Эйнартов... Эйнартов... Эйнартофт. Эйнартовт. 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 Черт возьми, фасольд, кого это волнует? Что, опять же, простите, черт возьми, произошло в Грофхайме? Прежде чем фасольду удается ответить, ваше внимание привлекает низкий гул, который становится громче с каждой секундой. Ё-моё. Несмотря на то, что Грофхайм уже давно скрылся из глаз, все головы поворачиваются в его направлении. Гул становится оглушительным, быстро превращаясь в треск и скрежет. Он приближается. Уходите! Кричит фасольд и бежит в сторону Эйнартоф... Фото... Эйнартоф... Эйнартофта. Не фото, а фта. 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 Эйнартофта. Эйнар... Эйнартофта. Эйнартофта. Или Эйнартофта. Не останавливайтесь, пока не доберетесь до... Не Райн... Не Эйнартоф... Не Эйнартоф... Блин. Да? Хартборга. Это что, лавина, что ли? Уда, смотрите. Там какой-то змея гром... Ё-моё. Дракон? Эйнартофта. Подержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Учись у меня, Эйнартофта. Эйнартофта. Окей. Бегите до Эйнартофта. Этого требует Йорундр. Угу. Нет, там был силуэт от дракона. То есть, настроение ухлучилось. Что случилось? Две еды. На два дня нам хватает. Мы еще подходим к одному... Камню. Толчки землетрясения ощущаются уже четвертый день. Когда вы достигаете идола Хартборга. Хартборга. Творца Варлов. В окрестностях полным-полно гигантов. Одним не терпится узнать, что происходит. Другие заняты возведением временных укреплений. Творца Варлов. Творца Варлов. Творца Варлов. Эйнартофт. Со мной пара сотен Варлов, которые позаботятся об этом. Куда нам идти? Назад тем же путем. Мы в ловушке между двумя горными кряжами. С одной стороны несколько тысяч Варлов. С другой армия драгов. И то, что вызвало землетрясение. Эйнартофт. Город Варлов. Для Варла это не должно быть новостью. Угомонись, Фасоль. Ты что, не узнаешь, с кем говоришь? Внезапно удивление мелькает на лице Фасольта. Другие Варлы начинают подступать ближе. Вы слышите повторяемое шепотом слово «Ингвар». Здесь есть тот, кого ты захочешь пустить в Эйнартофт. Ты... Люди пойдут со мной. Все. Фасольт переводит взгляд с Ивера на Крумра, после чего уходит, проталкиваясь сквозь толпу любопытных зевак. Ивер, кто ты? Да уже сказал тот, что тот Ингвар, другой. Ну, короче, он пользуется уважением среди Варлов. В другой раз. Ног. Ой, рук. Остаток дня вы проводите, восстанавливая силы. Приходят и уходят группы Варлов. Большинство разговоров ведется о землетрясении, из-за которого несколько гор погрузились в землю. А также о продолжающемся наступлении драгах. Продолжающих. До вас доходят слухи, что на месте раскола земли появилась огромная пропасть. Осмотреть божий камень. Улучшилось настроение. Е-е-е-е. Вы мало что знаете о Хартборге. Он был учеником матери Ткачихи и учился творить под ее руководством. Он создал несколько зверей, но скоро устал от простых животных и начал объединять их с людьми. Извращенец. В результате чего получились Варлы. По крайней мере, так гласит миф. Одно точно. Все живущие Варлы были созданы Хартборгом. А теперь бог мертв. Все оставшиеся Варлы последние в своем роде. Глубокая печаль наполняет вас. Крумр уже стоит здесь. Отдавать дань уважения это правильно, говорит он, и вы оба стоите в молчании. Передай это Ингвару, говорит он, поворачиваясь уходить. Когда-то это принадлежало ему, но этот упрямый осел отказывается забирать его назад. Крумр протягивает вам массивный пояс с заклепками. В лагере вдруг начинают суетиться. Звучит приказ отступать в следующую деревню. И вскоре вы видите из-за чего. Черная тень накрывает долину. Она подступает со стороны Грофхайма. Где землетрясение или что там еще обрушило целый горный склон. Выглядевшись получше, вы видите настоящий океан драгов. Их больше, чем вы могли себе представить. Посреди их стоит высоченный драг великан. Кроваво-красный от головы до пят. Вы быстро собираете... Да, ну, ну... Игра действительно прекрасна. Смотришь, слушаешь, глаза радуются. Вы быстро собираете вещи и присоединяетесь ко множеству варлов, оставляя божий камень позади. 20 припасов! Ес! 4 дня еще продержимся дополнительно. И предмет новый. Надо обязательно разобраться с предметами, друзья. На заросшей части тропы сидит старик. Ты заблудился? Спрашиваете... А! Ты заблудился? Спрашиваете вы. Он поправляет кожаную повязку на голове и говорит... Нет. А ты? Он вспрыгивает на ноги и бредет в сторону каравана. Он одет ветхую одежду и у него нет оружия. Ну, и далее получше, говорит старик, заглядывая в повозки с провизией. Но так и быть. Пойду с вами. Он встает рядом с воином, перекидывает бороду через плечо и выпячивает грудь. Воин ухмыляется, а незнакомец выдыхает, спрашивает... И че мы ждем? Веди. Так, у нас достаточно ртов. Смышите, если сумеешь угнаться. Кто-то здесь... Что ты делаешь вообще? Дед. Зови меня Унар. Или зови как хочешь, говорит старик. Человек волен идти, куда ему заблагорассудиться, не так ли? Его... А его суровый вид можно назвать скорее комичным, нежели угрожающим. Но вы прекращаете выискивать ответы. Можете угнаться? Старик пыхтит сквозь зусы. Нет, человека проворнее старого Унара. Муженьки, приглядывайте за своими женами. Не то я поспею за каждой из них. По каравану прокатывается волна смеха. И он снова пускается в путь. Плюс один. Настроение улучшилось. Нормальный дед. Такой бойкий. Ох. Берегитесь. Берегитесь. О-о-о-о. Ивер говорит вам. Мы не можем здесь долго оставаться. Переход через Бурский перевал займет трое суток. Так что запасайся. Двигаться придется без остановок. Он уходит поговорить с другими варлами о налаживании обороны. Короче, видимо, сейчас придется славы потратить на провизию, потому что у меня всего на четыре дня. Папа, говорит Олета, появляясь рядом. Мне нравился старый Ивер. В глубине души вы с ней согласны. Вместо этого вы сосредотачиваетесь на приготовлениях, понимая, что вы можете стать одним из первых людей, вошедших в Эйнартауфт. Так, хорошо. Сначала герои. Герои. Смотрим ранения. Передаем предметы. Ешки-матрешки. Так, что повязка? О, у меня два предмета четвертого уровня. Повязка без глаз. Простая черная повязка. Говорят, ее носил слепой лучник, который никогда не промахивался. Атаки никогда не отражаются. Десяти процентный шанс двойного урона. То есть, в любом случае мы попадаем, получается, да? Сколько у нас не было бы силы. И сколько там не было бы брони, соответственно. На какой урон мы наносим? Ну, в любом случае нужно дать это кому-то из лучников. Хорошо. Дальше. Этот искусно сделанный пояс был обнаружен на теле Варла. На едином завершенном. Плюс три пробивания. Плюс три! Я не уверен, что лучнику надо давать такое. То есть, с одной стороны, хорошо, что там и так пробивание хорошее еще будет больше. Но, может быть, тогда бжухнем кому-нибудь, у кого есть сплэш какой-нибудь. Не-не-не, лучнице надо давать. Надо дочке давать опять. Так, и на пятый есть, да? Двойной урон силы. Давай-ка тебе закинем. Передвижение, уклонение от атак силы. Ну, вот это надо кому-то из уклонения, да? Передвижение тебе. Оторжение две силы, привлечение агрессии. Вообще шикарно. Вот на пятый уровень бы. Надо, наверное, ивер качать. У него, во-первых, сейчас четвертый лавел намечается. Он хорош. Четыре пробития можно сделать ему. А если еще предмет дать, то семерку. Семерку пробития. Семерку, Карл. У него сплоши нет. И ему таун как раз нужен. Улучшим. Да, давайте ивера улучшим. Да, только у меня славы не остается на провизию, как я хотел. Четверка пробития. Сдохнем с голоду, да? Особо не поможет. Четыре дня как было, так и осталось. Ждать нельзя. Тренироваться тоже. Поехали дальше. Не хочешь пояс Иверу отдать, будет Симсунь. Да, да, скорее всего. Надо ему будет отдавать. Нет, вообще ему нужно привлечение агрессии и по силе. Мы подходим к городу, который видели только Варлы. И пересекаем мост, который только Варлы могли построить. Будем надеяться, что мы здесь единственные незваные гости. Мост, конечно, выглядит хрупким. Ну, хотя это как посмотреть. По масштабу он огромный, на самом деле. И конструкция, и музыка опять новая. Так далеко люди еще не добирались. Эйнард Офт. По-английски считается проще. Эйнард Офт. Разные знамя, знамена. И огромное количество Варлов нас встречает. Из разных планов. Сколько войнов. Началась новая Великая Война. Я уже третий раз это вижу. Нас уже гораздо меньше, чем раньше. Крумр идет вверх по лестнице в тронный зал. И вскоре возвращаются, переговорив с какими-то Варлами. Что они тебе сказали? Все говорят, что драги идут сюда. Кажется, на этот раз они планируют истребить Варлов окончательно. Это место скоро станет полем смерти. Говорят, что здесь принц людей. С ними также идет ткач. Ооо, Лудин с этим... Принц Лудин здесь? Из Арберанга? Как бы то ни было. Сегодня нам аудиенции не видать. Помнишь, когда ты был здесь в прошлый раз, Ингор? Это Ивер. Да, я помню его. Что теперь? Нам нужно найти место для отдыха. Рекомендую следить за своими людьми, пока мы здесь. Рук. Вообще-то, спрячьте их. Йорундер не обрадуется тому, что вы здесь. Вам показали квартиру, но дали возможность побродить по городу, пока вы ждете аудиенции. Вы чувствуете себя так, словно могли бы проспать целую неделю. Я именно так себя и чувствую. Там и людям тоже нужен отдых. Но провизии нет. Просто нет. Славы нет, провизии нет. Ничего не сделать. Какой рест? Я же... А я не знаю, что будет, если я нажму на рест. У меня же провизии нет. Все, гг. Отдыхать нельзя. А я, кстати, ничего не могу сделать, кроме как... Хотя карта, может быть, проход дальше тебя. Нет. Начинаю есть варл. Отдыхаю, в общем. Минус пять людей. Минус три варла. А, ничего страшного. Расположившись на отдых, вы получаете приглашение прийти в тронный зал на следующее утро. Ивер советует молчать, пока к вам не обратятся. И даже тогда говорить кратко. Во сне вы видите королей варлов, сражающихся с лордами драгов. Когда вы готовитесь войти в тронный зал, вас охватывает зловещее предчувствие. В Грейт Холл можно хоть сейчас заходить. Но я, на самом деле, пустил бы в расход нескольких людей варлов. Хотя бы, чтобы... Ну, чуть-чуть отдохнуть, короче, надо. Чуть-чуть. Ну, ну, что там, по три человека каждый день. А, настроение ухудшается. Не надо, успеешь. Угу, хорошо. Грейт Холл, поехали. О, красиво как. Достаточно, Эйдвинд. Мост будет стоять. Найди другой способ. Привет, из Змейклыка, Йорундер. Я привел союзника. А, это, да. Вот рядом ткач стоит, смотрите. Кто эти люди? У нас нет времени на игры. Слышь, пес. Подожди, я знаю тебя. А вот и сам Йорундер. Ингвар снова с нами. Неужели так выглядит конец света? Йорундер сходит со своего трона, чтобы взглянуть на вас поближе. При свете вы видите следы глубоких ран на теле короля варлов. У меня не было другого выхода. Йорундер, ты выглядишь как привидение. Сундры, кто бы это ни был, прошли через Грофхайм. Все. Иначе мы бы до сих пор были бы там. О, Хакон, за Хакон. Хакон, Хакон же живой, ребята, Хакон. Мы же Хакона. Или, нет, мы же Могра сбагривали. А Хакон же тоже как-то от какой-то, какой-то ситуации ливнул, да? Хакон нам пригодился бы очень. 18 у него силы. Несколько тысяч варлов остаются. Громоглаз шел за нами от... Громоглаз? Шел за нами от самого Грофхайма. Да, это так. Так, что вы намерены делать? Останемся здесь. Лучше места мы не найдем. Мы встретим врага в Вейнартовте. А, Хакон, Хакон, это сейчас я за него точно. А-а-а! Не, подождите, я сейчас за рукой же играл. Да, все правильно. Да, Хакон главный герой как рук. Просто мы перенеслись в другое место, оставили там Хаконы и начали за рукой играть. Поэтому я уже все. Но даже если Эйнартовт падет, варлы не будут истреблены. Мы договорились, что Хакон поведет наших лучших воинов в Арберранг. Я не пойду. Йорундур. Договорились, но я не пойду. Мы нужны здесь. Это не обсуждается. Нарушив напряженное молчание, в двери врывается гонец. Он говорит, что на мосту замечен певец Камня. Боги, неужели мы не можем получить передышки ни на минуту? Они еще не должны быть здесь. А вот и новый персонаж Эйвинд, Ткач. Певец Камня с ними? Позвольте мне обрушить мост, как я предлагал. Это даст нам... Я сказал, что мост будет стоять, пёс Ткач. Я скажу это снова вам, принцу людей. И всему совету Ткачей, будь они здесь. Я не буду повторять. Хакон, ты идешь в Арберранг. Эйвинд, не прикасайся к мосту. Я понятно выразился. Да. Тогда я сам выйду против певца. Вау, дуэличка раз на раз. Никто не пытается остановить Эйвинда, когда он выходит из зала. Но многие следуют за ним. Это новый вообще класс. Что за Ткачи? Как? Подходя к мосту, Ткач проходит мимо гигантских отрядов варлов. Высокое, худое существо стоит там, окруженное драгами. Два черных копья возвышаются над его плечами. Варлы отступили в страхе. Эйвинд остановился перед длинноногой фигурой. Внезапно Ивер оказывается рядом с вами. Так, мы должны помочь, что это за тварь, не говорит ничего. Мы должны помочь ему. Вы ожидаете, что Ивер откажется, но вместо этого он впивается в вас взглядом. Послушай меня, Рук, говорит он. Вы, вероятно, умрете здесь, как и все остальные, кто ступит на этот мост. Посмотри на свою дочь. Ты готов к этому? Я готов. Один ты не пойдешь этого делать. Не буду мешать, говорит Ивер. Деритесь, словно в последний раз. Ну, я не могу пропустить такой бой непонятно с кем. И в пати непонятно с кем. Вы не уверены, чего следует ждать, но вы достаете топор и скоро оказываетесь рядом с Эйвиндом. На мосту, гадая правильное ли решение, вы приняли. Ох. Пятого уровня он сразу. Пятого. 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 Ткач. Что умеет? Электрическая дуга. Бзззз. Третьего уровня. Эйвин призывает огонь с небес на любого врага в радиусе шестиклеток. Молния бьет всех воинов по диагонали от цели, пока не кончатся воины. Каждая. Цепная молния, короче. Классно. Каждый раз, когда молния перекидывается на новые цели, она наносит единицу дополнительного урона силе. Осторожней под сжатие друзей. Ох. Первую наносит два. Первый три, четыре. То есть два и по единичке. Третьего четыре. И плюс единичка. Ох. Ремонт. Эйвин способен быстро восстанавливать броню любого союзника. В радиусе шестиклеток. Уровень восстановления. Ой. Восстанавливает броню. Плюс один, плюс два. Ох. Так, я возьму одлейх. Точно. Возможно, не буду брать что в принципе, потому что там либо единички, либо раненые. Этому нужно, конечно, дать какой-нибудь предмет хороший. Но не привлечение агрессии. Привлечение агрессии я, к сожалению, сюда дать не могу. На себя привлекать агрессию такое себе. Дело славы нет. А, у него восемь очков свободных. Ну, ему... Да. Доступно восемь очков. Ну, по сути, он должен иметь возможность хорошо перемещаться по этому напряжению максимум. И максимум силы воли, видимо. Чтобы чащик вставать. Возможно, но это не точно. Стоит ему вжухнуть хпшечку до максимума. Интересно, пробивание брони вообще с дугой работает? Написано, что оно, в принципе, наносит урон только силе. Восстановление брони. О, не прокачал ничего. Волю качай очки. Восстановление брони равно половине его силы. Понятно. Сила макс, воля макс, напряжение макс. Остается одно очко. Либо броня, либо пробитие. Все остальные характеристики на максимум. Зачем ему сила? Броня больше выжимается с ним даст. Ну, только что написали, что сила ему от силы восстановления брони. То есть, 4-5 единиц он даст. Откаждаем. Так, он не может умереть. Давайте ему колечко. Колечко, кольцо. Ешки-мой трешки. Ну, тут, конечно, такая же... Непонятно сейчас против кого будем. Непонятно, сколько там будет. Он уже 5-го левела, а я тут. Ну, бас. У всех артефакты есть. Так, у тебя пробитие, да? А, нет. Двойной урон. Пробивание у рыженькой нашей. Недочурки. Поехали. Ох, сейчас будет жара. Ё-моё! А, там бутафорский стоят. Я уже испугался. И тут стенка такая варла в других. А-а-а! Да ладно, смотрите, класс! А вот этот новый. 8... Это маг какой-то. С двумя этими копьями. Раз, два, три, четыре. Тут похоже как... А тут типа идет такая, да, уже варла. Война. А-а-а! И дальше, смотрите, целая тьма просто их там. Ё-моё! Так, ладно, хорошо. Собрулись, собрались прям, ух! Надо прям, видимо, влетать. Какие у него, интересно, способности, я не знаю. Что-то танков мне маловато. Блин, вот как я... Почему я кольцо на броню-то опять не поставил? Ну, хотя сейчас будет восстановление брони от этого товарища. И он подальше, шесть клеток, у него очень мало брони. Его будет в первую очередь пробивать. Шесть клеток, да, способности. Электрическая дуга, шесть клеток. Угу. Чё я сразу-то не это самое, не Ален? Мог бы и достать. Ладно, подходим. Ну, я не достану здесь электрической дугой никак. Поэтому улыбаемся. Вот он подходит уже. Не достает, хорошо. Фиговенько так-то. Пока что. Кто будет в следующем ходить? Этот тупыри пробивать будет, да? К сожалению, отдыхаем. Подпускаем первым. Получаем удар. Два. Здесь у нас пробивание брони. Пять, семь с одного выстрела. Господи, что творят? Просто. Опять Анклав просыпается спокойно. А, еще один. Еще трое сзади. Так, спокойно. Пробиваем или не пробиваем? Блин, а я же не смогу его никак вообще. Ну, я могу его убить, но какой-то... Нет, ради рога можно пробить. Давайте так. Подходят дальние. Кто будет в следующем ходить? Этот тупырь, да? Он опасен. Я отвратительно стою. И он не успевает дойти до туда, докуда я. Ну, короче, это провал. На будущее подхожу. Этот не достает. Его в первую очередь, кстати, надо ушатывать. Так, по диагонали. Они уже, кстати, стоят более-менее нормально. Электрическая дуга. Еще разок. Бьет цель на две единицы силы. Продолжает действовать за каждого врага. По диагонали. Тык-тык. Только по двум пробьет. Можно попробовать восстановить броню уже. Ремонт. Чинить бронесоизнока половина текущей силы воли. Силу воли. То есть он восемь... Шесть брони будет за раз. Ну, тогда не нужно пока ничего делать. Не, ну как? Ну... Не, ну давай поремонтируем еще. На единичку. Все, две брони восстановили. Так, этот только что сходил. Наверное, имеет смысл подойти и начать уже броню выщелкивать. Но надо это прям с фанатизмом делать уже. Потому что он самый опасный. Ну, хотя я кастер не знаю, что он творит. Этот не доходит. Доходит! Бьет. Фигня. Ничего страшного. Тут либо пробивание брони. Колоссальное. Этот не скоро будет ходить. Да, давай по-ближнему пробивание брони хорошим. Эти пока не... Меня больше беспокоит вот товарищ с... Ну, вы поняли. Тут еще удар по броне. Раз. Все, сейчас он куда-то отходит. И... Что-то творит. Тварь. Фигня. Фигня. Не фигня. Может остановим лучше этого упыря? Да, давай так. До этого останавливаем, этого расплотняем. Отдыхай. Наведи на певца, белки джиж. Кстати, да. Разрыв. Раненые союзники взрываются, нося урон силе. Раздражение снижает уровень брони союзников, однако резко повышает силу. Разрыв. Раненые союзники. А тут нет раненых союзников, что ты несешь. Расстреливаем. Когда ты будешь ходить? Нескоро. Хорошо. Значит, обычный удар без фанатизма. Просто пробиваем восьмерочку. Раз. Ой, критулечка. Извини, перестарался. Оп. Этого на ловушке ловим. И крит еще. На, на, вообще. Просто, просто унижаем. Отдыхаем. Спокойно. А чего? Восстанавливаем. 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 Отдых. Пусть подходит. Это им надо. Мне не надо. Отдых. Ага. Вот. Уменьшил броню, но сильно повысил. Минус две брони. Я даже думаю, что это мне на руку. Двенадцать. Да? Чуть-чуть поближе. Этот подходит, пробивает, но ничего. Мы броню восстановим. Да как ты, как ты? Собакам. Простреливаем раз. Простреливаем двадцать. Повышение. Давай чуть-чуть поближе. Этот упырь подходит. Так, здесь надо броню восстанавливать. Ремонтируем. Отлично. Семнадцать. Оттягиваются упыри. Отдыхаем. Да там нет у него силы воли вообще нашей. У тебя тоже есть проблемы. Вот уже есть клиент первый. Лезть или не лезть, вот в чем вопрос. Наверное, все-таки... Блин, какая музыка, конечно, прошлая. Наверное, имеет смысл подставиться под... Ну, вот так вот подойти, чтобы просто не... К руку не подошли. Кто будет дальше ходить? Этот, да? Непонятно, по какому принципу он будет идти. Поэтому я должен подойти и вот сюда кинуть. Может он точно на эту клетку пойдет? Куда? Влево пойдет или на меня? Ну, скорее всего, на меня прям пойдет. И здесь же остановится. Хорошо. Так, здесь можно по диагонали вжухнуть, мне кажется. Раз, два, три у нас человека напрашиваются. Единственное, надо убедиться в том, что электрическая дуга достанет. Да, она достанет. Только надо подойти хотя бы на клеточку вот сюда вот. И уже проверять электрическую дугу. По максимуму давай. Бжи-бжи-бжи! Бжи! Бзз! Бзз-бзз-бзз! Ох, 4, 5, 6! Вот это урон! Вот это урон! А-а-а-а! Хорошо. Ну, неплохо, правильно ведь? Я считаю, неплохо. Кто будет в следующем ходить? Ты, да, Упырь? Вот сейчас нужно с фанатизмом по нему пострелять, потому что он добирается. Поэтому снимаем у него 6 хитов из 10. На-а-а-а! Он подходит, пробивает мне лучницу. Но там только по броне. Хорошо. Тот не доходит. Здесь чуть-чуть поближе. А, не достаю до дальнего. Давай до единички доведем этого Упыря. Этот отступает, что-то начинает опять кастовать. Может быть, раненых противников будет уже ушатывать. А этот доходит уже до меня. 22 у которого. Ну, ничего, у меня 17 брони есть. Я могу попробовать потаранить вот этого Упыря. Подойти, скажем, вот сюда и щитом пробить. Каст не собьется, но, по крайней мере, я вот этого товарища. А почему? А почему? Не понял. Почему броня не отнялась? Что за дела такие? А, слушайте, мы же можем не подпустить опять этого. Сила того ли есть, правильно? Есть. Ну и отлично. Подходишь, значит, сюда. О, не торопись, Михаил. На максимум этого ловим. Оп, он сейчас сходит. Соответственно, мы его тут на ловушечке принимаем. Он самый опасный по количеству хитов. Конечно, мега, мега крутой. Здесь нужно восстанавливать броню. 17, хорошо. Здесь имеет смысл, наверное... А, там же взрыв будет, да? Может быть. 7, 6, 1. По-хорошему, надо у этого броню снять сейчас. Короче, подхожу. Снимаем по максимуму броню. Да, вот этого я опасался. Произошел взрыв, но двое умерло. Урону практически не нанесли. Единственная проблема в том, что этот все-таки доберется до меня сейчас. Доберется и пробьет. Пробьет очень сильно. На 14 это будет... Это будет больно. Вот это была ошибка, безусловно. И я зря это сделал. Этот будет сейчас вызывать, но это без толка абсолютно. Здесь будем отдыхать. Это тоже начинает кастовать. Собака. Ну, мы берем, добиваем раз. Сейчас пилот шидет. Он снимает только броню. Это ерунда, конечно. Здесь мы очень хорошо пробиваем. По умолчанию она просто... Еще какой-то эффект, кстати, есть у нас. Заболевший минус одна сила. Это, видимо, его способность такая. Добиваем. В принципе, я живой. Друзья, 20 урона там наносит. Можем попробовать даже допник с... Слава Расте отдавать. Повышение уивера. А, нет возможности, да? Нет. Или певец камня падает с оглушающим грохотом. Вой, словно ураган, проносится по мосту. Драги раздвигаются, словно черное море. Из его глубин выходит багровый монстр. И волна цепенящего ужаса накрывает вас. Громоглаз. Увидит кача отсюда, шипит Ивер. И беги. Ваши ноги двигаются почти против вашей воли. Однако вы не можете оторвать взгляды и перестаете смотреть, и перестать смотреть, что случится дальше. Опа. 21, 21. А почему... В каковых... А я не выиграю здесь, у меня недостаточный уровень. Я, конечно, буду пытаться, но у него все характеристики выше. Просто берет меня, вышатывает. Ай, оглушение, капец. Все, гг. Я только ему броню снял, больше ничего не могу сделать. Чего не вписались-то, наши? Тут нельзя выиграть, говорит. Не, я думаю, что можно. Если бы он был пятого уровня, Ивер бьется в агоне. Его рука начисто оторвана ударом громоглаза. Сундер поднимает свою балаву для смертельного удара. Сундер, сразись со мной! Кричит растерянный Эйвинт, отступая назад на мост и высоко поднимая посох. Даже на таком расстоянии вы видите, как дрожит его рука. Вы оцепенели, наблюдая за происходящим. Эйвинт в ужасе отшатывается от массивного змея, Который появился на расстоянии. И даже громоглаз пятится. Он наклоняется, чтобы разглядеть обе армии поближе. Мелькает огромный язык. Внезапно змей ныряет за склон горы и исчезает из вида. Драги слились в общем хаосе неразберихи. Некоторые приседают, другие нагибаются, словно в поклонении. Хакон выкрикивает приказы, заглушая гул. Варлы несутся вперед, валя удивленных драгов И вытесняя их с территории. Громоглаз скрылся, отступив обратно в толпу. Йорундер наблюдает с вершины лестницы. Поспеши, говорит Эйвинт, внезапно дергая вас за руку И прервав ваше замешательство. Вы бросаетесь к киберу, который лежит посреди сражения. Он все еще дышит, несмотря на отсутствие руки. Вы тащите его обратно в город. Десять славы, может, хавчика купить? Сейчас, секунду. У нас ткачев в птиме. Еее! Мега полезный, конечно, товарищ. И дамагер вы видели какой-то. И армор восстанавливает. Все делает нормально. Да. Давайте с ним поговорим. Можешь ли ты спасти? Да, наверное. Мне нужна тишина. Почти три часа проходит в... О! Что-то там кастует. Почти три часа проходит в молчании. Пока Эйвинт делает свое дело. Израненное тело Ивера медленно покрывается плотью. Это все, что я могу сделать. Он должен поправиться. Спасибо. Ткач выглядит уставшим и тяжело облокачивается на кровать. Когда ты в последний раз спал? Пару дней назад. Я в порядке. Просто нужно сесть. Прежде чем вы успеваете поймать его, ткач падает на пол. Глава пять. Под тяжестью солнца. Эксемик? Кто новый персонаж? Картинка в ваших глазах плывет, словно под водой. А воспоминания улетают, как стая вспугнутых... Вспугнутых? Вспугнутых? Воронов. Прежде чем вам удается поймать их. С большим усилием вы вспоминаете, кто вы. Я? Я Юнона? Удивлен. Вы также осознаете, что с вами говорит огромный змей. Мысль о том, что вы недавно умерли, посещает вас. А вслед за ней уверенность, что вскоре это произойдет снова. Та-дам! Охренел, что ли? Пес. Змей. Так, я Юнона. Юнона. О, змеи такой. Как? Как это? Как? Как? Я не знаю, как он говорит. Это же, посмотрите в его глаза. Это же... Шизоид. На лице написано. Как? 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 Как это растрашает? Вы с трудом понимаете змея. Он говорит на языке, который вызывает в памяти древние слова. Вы учили его давным-давно. Раз ты не умираешь... Думаю, нам стоит поговорить. Кто такая? Раз не умираешь. Нормально. Меня зовут... Юнона. Всем привет, друзья. Меня зовут Юнона. Ты Юнона? Это ничего не значит для меня. Может быть, я задал неправильный вопрос? Что ты такое? Каково твое предназначение? Я ткач. Ткач. Ааа. Валка. Валка обидно было сейчас. Теперь картина становится четче. Разве ты не знаешь меня? Валка. Хотя ваша память все еще слаба. Вы уверены, что не знаете ничего о гигантском змее. Что говорят ваши пророчества? Боги дали вам пророчества. Судьба. Рог. Не собирается ли какой-то герой убить меня волшебным мечом? Не предрекают ли звезды эту катастрофу? Ты действительно не знаешь. Так, боги мертвы. Это я точно знаю. Мертвы? Как это? А ты бог? Нет. Боги молчат. А предо мной стоит та, кто не знает, что они сделают. Теперь слушай внимательно. Я дарую тебе пророчества. Я конец. Это если цензурно рассказать. Ты понимаешь? Я сожрал бы и этот мир, и этот гобелен. Это мое предназначение. Но я не могу. Нет. Сейчас надвигается стена ночи, чтобы поглотить ваш жалкий мир. Стена ночи? Драги? Драги. Каменные люди, что маршируют по длинному мосту. Нет. Это тьма. Яичный белок, который почернел. Мое предназначение в том, чтобы сожрать сам гобелен, а не молча наблюдать, как тьма поглощает эту землю. Вы понимаете этого, психа? Я не завершен, как червь, ползущий по полю навоза. Из-за тебя кто ты такая, чтобы решать мою судьбу? Что ты такое? Верни то, что принадлежит мне. Наркомания какая-то. Меня он постоянно убивает, но не может никак убить. Я напоминаю Юнона. А-а-а, это та, которую мы нашли в башне, умерла. Это подруга Эйвинда. Вот, я понял, дошло наконец-то. Он хочет сожрать мир, а ему не дают. Беда. Эйвинд. Юнона, ты жива? Ты жива? Как так? Где кто? Катя, постой, где я? Предполагаю, он спит. Или без сознания. Кажется, я в Риджхорне. Меня пытался убить огромный змей. Но теперь я говорю с тобой. Время движется странно. Я многого не могу вспомнить. Но я нашла тебя. По крайней мере, ненадолго. Змей сказал что-то о длинном масте. Так что я попробовала, попробовала, попробовала угадать. Он пришел за тобой. Мы видели его в Эйнартофте. Ты в порядке? После нашего разговора он пытался испепелить меня. Я уверен, что мы видели его не в последний раз. Он может крушить целые города и разрушать горы. Что же нам делать? Дальше все еще хуже. Какое-то пророчество богов, о котором я ничего не слышал. Что все еще существует пророчество? Оно было неясно. Что-то про змея, который должен поглотить мир. Вместо этого какая-то тьма или пустота наползает с севера. Она поглощает все, чего касается. Это можно объяснить, почему драги прут на нас, как муравьи из разворошенного муравейника. Эйвин, тебе грозит опасность? Не буду скрывать. Да. Громоглаз здесь. Пока что Варла его сдерживает, но я не думаю, что это надолго. Из всех сундров, почему именно бессмертный? Громоглаз, это самое худшее известие. Я бы призвал, призвала тебя к себе, но придется пойти по сложному пути. Слушай внимательно. Я вернусь в Стрэнд и спущусь вниз по течению Красной реки. Ты должен покинуть Эйнар Тофт и встретиться со мной. Не надо. Такого нормального пацана только в пати получили. Куда ты его посылаешь? И встретиться со мной в Сигрхольме. Енона. Нам никогда не добраться до Сигрхольма. Громоглаз скоро нагонит нас. Варлы не хотят меня слушать. Найди способ. Ой, выберите время перезапуск Windows. Класс. Сейчас, секундочка. Найди способ делать то, что нужно. Я не могу связаться с тобой до самого Сигрхольма. Иди. И Эйф. Будь осторожна. Да. Я люблю тебя. С тех пор, как он в беспамятстве, ты постоянно рядом с ним. О, а что, подкатываем уже, да? Просто я приглядываю за ним. Не смотри на меня так, папа. Он спас Ивера. Он может спасти нас всех. А ты не можешь. Он слышит нас? Он только что пошевелился. И сразу одет. И сразу со своей клюшкой. Долго я... Ты был в беспамятстве пару дней. Как сам? Юнона. Она жива. Я должен встретиться с ней в Сигрхольме. Подожди, помедленней. Кто такая Юнона? Она мой наставник в Совете Ткачей. Она связалась со мной. Ты бредишь. Связалась с тобой? Как? Она не такая, как большинство Ткачей. Что произошло с тех пор, как я потерял сознание? Варлы сдерживают Драгов, но это ненадолго. Громоглаз. Исчез. Ивер все еще без сознания. Юрундр отослал Хакона и Лудина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Потеряли. И пару сотен варлов варберанг. И я не знаю, сколько мы сможем здесь продержаться. Рук. Мне нужна твоя помощь. Отведи меня в Сигрхольм. Юнона встретит нас там. Она мертва, Вася. Сигрхольм? Для него, по крайней мере, неделя пути. А у нас ноль еды и мало славы. И просто оставить Эйнар Тофт. Лучше оставить. Все равно не можем прочитать. Может быть или нет. Я мог бы уничтожить этот проклятый мост сам. Э-э-э-э. Это отсрочит, неизбежный. Но Юрундр на это никогда не согласится. Не ты строила, чтобы его разрушать, пес Тебе уже сказали два раза Не трогай чужой мост, тварь Мне нужно понять несколько вещей, Эйвент Так, почему король Варлов не разрушил мост? Я сам не могу полностью понять его Но в последнюю нашу встречу он выразился предельно ясно Он скорее погубит весь город и весь мир Чем даст разрушить этот чертов мост Так, что, как ты можешь самостоятельно разрушить? Не самостоятельно Я могу разрушить его, однако Его делали на совесть Мне потребуется время и концентрация Вот почему мне нужна твоя помощь И Варлы попытаются остановить меня Ооо А значит придется отбиваться и от Драгов и от Варлов Ооо Что здесь происходит? Тот змей громоглаз? Слушай, я не знаю, как идут дела Это долгая история Хорошо ли ты знаешь историю? Мы из крохотного лесного городка Буду краток Ты же знаешь, как были созданы люди и Варлы Помнишь, мать-качиху, других богов? Во время первой великой войны Армии людей и Варлов жестоко сражались за землю и власть Тогда один из богов создал Драга Они угрожали уничтожением обоим народам Если бы люди и Варлы не смогли договориться И отбросить свои разногласия Понятно Это мы помним Они договорились Они закончили войну Оттеснили Драгов на север И создали союз, который сохранился до сих пор Вторая Великая война Началась несколько поколений спустя Драги собрали свои войска Разбили охранявшие границы отрядов Варлов И начали разорять ничего не подозревавшие селения по всему миру Ими командовали Сундры Могущные заклинатели И вожди Драгов Такие как Громоглаз Впервые его встретили Как раз во время Второй Великой войны Человечество оказалось на грани истребления И тогда в войну вступил внутренний круг ткачей Которым в итоге удалось загнать Сундров и Драгов глубоко под землю По большей части с тех пор Драги не пытались вернуться До настоящего момента Этих ткачей называли Валка Самой Юноны там не было Но она их сородич Значит началась новая Великая война Так Если бы я не верил, что наступает конец света Это было бы невероятно Древняя история разворачивается перед нами А что насчет змея? Это другая история Я? В библиотеках ткачей нет ничего об этом Должно быть это как-то связано с возвращением Драгов Похоже на то Вы рассматриваете все варианты Угу, свои варианты Что нам делать с Громоглазом? Я не могу остановить его Но мне кажется Юнона может Вот почему нам надо идти Мы могли бы просто уйти И принести в жертву всех варлов в городе Я хотел бы Чтобы был другой выход Я сделал все Что могу сделать самостоятельно Мне нужно время Чтобы подумать об этом Я понимаю Поспеши Рук Должен быть способ Я не могла себе представить Что варлы будут такими упрямыми Поговори с Юрундером сам Он в тронном зале Может быть тебе больше повезет А может быть Он твою голову на пику насадит Ну лучше пики точеные Рук Не хочу это на тебя взваливать Но у меня тут мало друзей Прими решение поскорее Нам в любом случае нельзя оставаться Мы должны добраться до Сигархольма Юнона скажет нам Что делать Ну ладно И ты по-прежнему не Я ожидал несколько пек После этой Примитивной пошлой шутки Это Сразу Определяешь Уровень Уровень юмора Некоторых Индивидуумов Хотя что мне говорить о уровне Я же сам так шучу Ну бас Так Great Hall Live Heroes Market Destroy Bridge Отлично Такой Такой ивент Уничтожить мост Не надо поговорить А поговорить А если в маркете Хавчика За это самое Сколько нам понадобится Неохота Славу тратить На бы что Так на бас Вставляем Тут 4-5-5 4-5-4-4 Вообще Прекрасный товарищ Только танков нет Все хорошо Только танков нет Ну фасольт В выйдет 4-4 дня Икрумра Можно использовать Тоже как танка Но ивр Видите уже Без руки Не знаю что с ним станет С ним станет Давайте попробуем Поговорить С Юрундром Ты сделаешь так Как я говорю Я пришел сюда Не спорить Я говорю вам Что уже десятки Наших воинов Гибнут ежедневно Вы отослали Лучших воинов С Хаканом Как вы думаете Долго ли мы продержимся Ты сам вызывался Командовать Фасольт Не дай им Перейти мост Фасольт уходит При вашем приближении Не самое лучшее время Думаете вы Спасибо за аудиенцию Я забыл Ты кто такой Ног Рук Рук Как Ингвар Он выживет Думаю да Готов поспорить Что Ингвар Не сказал тебе Почему он вышел Против громогласа Не так ли Конечно Ааа Возможно он изменился Немного Зачем ты пришел Рук Будь краток Ааа Этот мост Должен быть разрушен Ааа У тебя есть ответ И чудесно Иди Садись на трон Я видел многих людей И все они были уверены Что получая не власть Которая не снится моему отцу То смогли бы бросить вызов Самим богам Мне уже перевалило Четыреста лет Щенок Но я знаю Что знаю очень мало А ты Ребенок Младенец Но ты уже знаешь все Слушай Человек Эта история Не о тебе Если ты прыгнешь С моста Мир этого Даже не заметит Теперь либо Помоги Фасольту отбить его Либо уходи Из моего города Мне плевать Что ты предпочтешь Стража быстро Выпроваживает вас Из большого зала Вы не сопротивляете Еще бы Абсолютно по делу Мужик говорит Приходит какой-то нубас Которого ты в старшие Восемь раз И Не ты строил этот мост Пес И ты его хочешь разрушить Приходишь со своими Охрененно мудрыми советами Абсолютно согласен С Юрундром Файт Я буду файтиться Все Я прям ух Готовы у нас люди для файта Не готовы Все готовы Только танков нет Броню восстанавливают Никому А нужен ли нам танк? Нужен А мне же пофиг На ранение Мне же ключевое Это броня Берем фасольта Например Бахнем ему Например еще Повышение за десяточку Что вообще еды не осталось Ну там слава придет Бахаем ему Девятнадцать армора И все Вам готов провокатор Но я не хотел Его самого качать Может быть возьмем Вот этого Упыря У него значительно Все хуже по броне И он как бы Без щита Он Он скорее контролер Но за неимением лучшего Мне нужно брать фасольта К сожалению Потому что Ну потому что Чего Девятнадцать брони И все И восстанавливаем ее Надо ему дать еще Правильный Правильный артефакт Желательно На На восстановление Брони Все равно Блин А как снять Как снять Вообще Эту Мне кажется Что я где-то посеял Этот артефакт На самом деле Что я его просто Не вижу Умер варл С кольцом Приехали Короче Короче Даем ему силу Волю И прочее И поехали Сражаться За мост На передовой Выстроились Ряды варлов Ждущие Свой черед Пока На них На их собратья Пока Их собратья Видимо Рубятся На мосту В кровавой Толче Перемалывающие Тела Со зловещей Неумолимостью Ожидающие Приказы Фасоль Замечает вас Ты заблудился Человек Просто хотел Предложить Помогу Ладно Говорит фасоль Я не буду Отговаривать тебя Идти на мост Говорит он Но у нас тут Много раненых Которым можно помочь Если ты умеешь Зашивать раны Мы будем сражаться С честью Фасоль кивает И ставит вас В очередь Не стой Не строя Себя героя Бурчит он Убей несколько И возвращайся Пока Ужас Начинает Подступать К вам В ожидании Боя Но в конце концов Вы оказываетесь Перед рядами драгов Сдавленных В тесные шеренги Ё-моё Посмотрим Сколько у вас там Прилично Очень Весьма прилично Стоят конечно Кучно Собаки Слушайте Может не вообще Как бы Попробовать Выставить В угол Забиться Выставить Провокатора Как-то Откидаться Потому что Тут очень много Больших Тварей И я Реально Двадцатью арморами Могу держать удар Накидывать на него Соответственно Армор Остальными Пытаться Как-то Держать Да Только Проблема В том Что Ты не Заблочишь Всех Это может Кайтить В принципе Это может Кайтить По крайней мере У нее есть Какой-никакой Контроль Ох А да Молнии Кстати Тут могут Раз Два Но тут Тут По диагонали Стоит Немного Народу Может реально Молнии Вжухнуть Со стартом Зря Рука В самый Зад Да Надо В самый Зад Вот эту Вот Рука Может Выходить Смотрите Молния Раз Два А дальше Уже Нет Диагонали Или По большим Целям Диагонали Работают Ну типа Он Вот на Эту Клетку Перекинется И поэтому Тоже Может Перекинуть Давайте Проверим Чего Один раз Живем Отлично Проверил Просто Кайф Просто Кайф Ну как Ну что Ты Делаешь То Вася Не Работают Они Кучнее Будет Ну вот Послушал Опять Там же Скорость Перемещения Помогаем Перекидывай только из угла в угол Понял Так Я Хотел Сделать Что А я Уже Все Сделал Я Поднял Провокатор На Третий Я Выдал Всем Предмет И поехали На самом деле Надо распределиться По Может Порядок Поменять Может Быть Но это Не точно Не Мне Мне кажется Тема С Минус 8 людей С С Построением Вот Подобного Родом Вытанковыванием Восстановлением Брони Она Может Зайти Мелких Одноклеточных Надо Вырубать В первую очередь И Надо Подпускать Их Ближе Толку Нет Их Останавливать У меня Здесь Таунт Ой Ты ж Ежик Стоп 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 А почему Я не могу А почему Я так Прошел Я же Я же Должен Ниже Уходить Ой Вася Расстановка Кривая У меня Пока Так Это Подходит Атакует Сейчас будем Уже Отстреливать Немножко А нет Блин Нельзя Его Сейчас Сынковать Этим Надо Отступать И стрелять Отступать И стрелять Не получается Это сделать Но в любом случае Нужно отступить Должны успеть Сгруппироваться Творишь добро Давай уже Наверное Закинем Сюда Ловушку Ну аж до меня Добежит И один И второй Мне нужно Сейчас большим Заблочиться Вот так Вот Чтобы И держать Удар Опа Единичка брони Нормально Так Этот особо Кстати не угрожает Не стоит Наверное Его Прямо Сейчас Тратить Всю А почему Сплэш Не прошелся Так А здесь Будет У нас Уже Цепная Раз Два И все Больше Ничего Наеду Гад Одна Одного Перекинется Надо ждать К сожалению Этот Подходит Должен Не Он Он Бьет Этого Моего Так Здесь Снимаем Броню Тоже Пока Без Фанатизма Единички Надо было Убивать Что я делаю Опять Это не Добегает Давай Ближнего Надо 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 Единички Просто Они будут К ней Подходить Я очень Много Хотя К ней Любые Вообще Могут Подходить Пробиваем Вообще Тут Можно Было Наверное Сплэшануть Этот Не Угрожает Этот Не Угрожает Убить Единицу Можем С одной Стороны Блин Этот Пройдет Мне Не Пройдет Хорошо Надо Там Будет Прикрывать Ловушкой Пробиваем Или Не Пробиваем Не Перекинется Он Ладно Троечка Он Должен По Диагонали Он Видите Не Перекидывает Они Должны Стоять Еще Кучнее Для Того Чтобы Эффективно Здесь Все Работало И Опять же Раз Два Не Хватает Стоп Вот Уже Интересней Так Можем Этого Пса Сбрить А Этот Будет Следующим Ходить Не 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 Тут Надо Уже Пробивать Десяточку Бьем Ну Что У него Двенадцать Нафига Мне Такой Урон По Лицу Получать Все Пусть Броню Коцает Теперь Желательно Бы Подготовиться Словить Либо Этого Добить Но Мне Скорее Всего Придется Терпеть Мне кажется Ловушку Надо Ставить Вопрос Опять же Где Ее Ее Ставить Эта Подруга Здесь Совсем Неуместно Стоит Она Скорее Все Гуф Нется Ладно Давай Чтобы Не Гуф Ты Просто Перед Собой Стреляешь Так Здесь Мы Должны Пробивать Броню И Уже Цепнушечка Должна Заходить Да Только У тебя Нет Возможности Нормально Броню Пробивать Этого Не Стоит Трогать Этого Стоит Трогать Что он Будет Сейчас Следующим Ходить Срочно Ткачем Надо Восстанавливать Пацанов Здесь Дальше Пробивать Броню Причем Делать Это Ну По Троечке Сплэш Та Должен Проходить Да Отлично Вот уже Начинает Работать Это На Ловушку Попадает Прекрасно Опасного Товарища Остановили Здесь Уже Начинаем Восстанавливать Броню Двенадцать Сколько там будет Половинка Хватит Шести Там У него Семнадцать Кажется Максим Там Восемнадцать Нет Больше У него Двадцатка Или Девятнадцать Два Я Кинул Так Здесь Можем Снять Броню У этого Упыря А Билка Ты тут Никак Да Ты только Вперед Можешь И Пока Не Столпились Толку Нет Да Давай Убирать Броню У этого Упыря Ох Тут Может быть Молния Уже Зайдет Нормальным А Я Не могу Уже Сделать Ничего Могу Отдыхать Но Атаковать Уже Не могу Могу Атаковать Дальних Или Ставить Но Этот Не Угрожает Эти Не Угрожают Это Тоже Не Угрожает Не Угрожает Чувак Который Стоит Рядом Со Мной Я Но Я Его Смогу Еще Я думаю Лучником Там Снять Соответственно Надо Делать Что Надо Постепенно Ушатывать Людей Которые Потенциально Опасны Снимать У них Броню Дальше Так Здесь Нельзя Ничего Делать Можно Таунтить Но Смысла Особого Нет Таунтить Поэтому Я Наверное А Я Восстанавливать Волю Не Могу Тоже Пробивать Нельзя Пробью Откроюсь Можно Ударить По броне Ну Просто Чтобы Не пропадал Ход Так А здесь Важно Важно Снять Скорее всего ХП У этого Чувака Левого Потому что Он Близко К лучнице И он Причем Его желательно Подрезать Максимально Потому что Я буду до конца Тут танковать Он Закупорил Там Проход Уносим У него Девять Хитов Все И забываем Про него Здесь Танкуем Прекрасно Здесь Думаем О цепной О цепная Проходит Проходит И дальше Заканчивается В общем-то Восстанавливать Армор Не имеет Смысла Может быть Имеет Смысл Снова Отдохнуть В 12 По крайней мере Силу воли Восстановить Ну потому что Ну а цепнушечка Че Она пройдет Раз Два И все На этом Она Закончится Нет Давай Танкуем Оп По опасным Вот это я не рассчитал Что Че-то это косяк Кажись Сильно пробиваем Армор Надо от единичек Избавляться Совсем забыл Танкуем Убиваем Этого Надо обязательно Убить Но уже ранение Получил Не сильное Но получил Этот бьет Но по броне Ой ну больно Блин Его все равно Надо убивать И дальнего того Этого не трогаем 4-3 Тоже по броне Пофиг Вот этого Надо расстреливать Опасный Сучок Пробиваем Да пробиваем Потому что он уже Выходит на Тропу войны Блин Ой броню Хорошо сняли Толпятся Шикарнейшим образом Так здесь Можно восстановить Броню Кстати я же могу И у этой подруги Восстанавливать броню Тут пока не требуется И вот к чему А ей мы помочь Сможем Забня не нужна Да давай Ремонтируем Хорошо Держимся Классное построение Сейчас нужно Готовиться Вот этого Упыря Отстреливать Скорее всего Надо ему Ловушку будет Поставить Здесь пока что Я отдыхаю Потому что Не по кому Стрелять А здесь я Пожалуй Ставлю Ловушку На пятерку Когда он будет Ходить Не скоро Но я к сожалению По нему не смогу Пробить по другому Уж не достает Никто кроме То есть он Надо его Подпустить сюда Для этого мы Делаем Град стрел Сюда Просто формально Его остановить И все Больше не нужно еще Тут бьют по броне Готовимся Восстанавливать Пока никого Не убиваем Да Ноль брони Да пофиг Так Здесь надо Снимать броню Дальше У людей Добивать смысла Нет Снимаем У этого Да Ну и сплэшем Задеваем Прекрасное настроение Тут бьют Но у меня там Есть защита Здесь восстанавливаем Броньку Одиннадцать Пять с половиной Не давай На шесть Да Подходит ловушка Все нормально Сейчас мы вот эти вот Единички ушатываем Шестерка А давай пока Тоже до единицы доведем Не будем Открываться Хотя не пройдет же Никто Они же Двойки Одного по крайней мере Надо убить То есть в принципе Мы можем Этого упыря Штампануть Правильно Да можем Ну штампуй тогда Чего он Чтоб не пробивал Броню Вообще можно было Ближнего штампануть Чтобы Одлейф Прикрыть Отдыхаем Здесь продолжаем Снимать броньку Хорошо стоим Вообще шикарно стоим Надо было Этого убивать Это косяк Вообще мне нужно Левого ушатать Желательно Тут нужен отдых А потом броню восстанавливать Двадцатка Семерка Ну просто Снимаем броню У дальних И готовимся Просто готовимся Здесь надо броньку восстановить Уже можем Десятку снять Десятку Десять Девятнадцать Снятая броня Так просто Ох Может реально Тогда этого забрать Он тебе не угрожает Но он угрожает Если Он реально угрожает Потому что Если ты от этого Избавляешься То к тебе приходит Человек Который тебя ваншотает Фактически А он пошел вызывать Вот это плохо Вот это я не рассчитал Ну хотя это экспай Это дополнительная слава Так и надо Так и надо им И этого тоже Пусть Пусть вызывает Сколько влезет Держимся Да Вышатываем броню здесь Хорошо Это ничего не может сделать Здесь сложный вопрос Что мы У кого мы восстанавливаем Устанавливаем Наверное Все таки У тебя Потому что здесь Мы вроде Выдерживаем Еще удар Хорошо Так Ну здесь Опять Пять брони Снимаем Пробитие Троечка И еще Артефакт Который Три добавляет Здесь можем Еще разок Шатнуть Весьма Серьезно Человека На двенашечку Бах Крит Ох Двадцатка Этот снимает Почти всю броню Но как раз Я выдерживаю В принципе Можно уже Наверное Ушатывать Единички Хотя Наверное Не стоит Не не стоит А промечу У меня еще дальний Этот вызвал Врага Я А Вон Черт знает Где Тут Снимаем Последнюю Практически Броню Дальнего И уже потом Конский урон Наносим Этот пока подойдет Слава Слава Это все Икспа Здесь накидываем Броню Шикарно Просто шикарно Стоим Настроение Топич Этот тупит Этот подойдет Если я подпущу А если выстрелю По этому То не подойдет Поехали Начинаем убивать Раз Это Два Ну не полностью Но как бы По значительной части Здесь терпим Нормальным Кто будет дальше Этот не подходит Этот фигня Этот фигня Пробиваем тогда Оп Добиваем еще одного Бах Устанавливаем броню Дал бы ему Вызовет подмогу Аааа Точно Что я забыл Так Ушатываем дальним Забыл я про Еще дополнительный единички пока подойдет мы тут уже все сделаем как над друзьям все сделаем почти пропущу еще удар к сожалению все броню снимают дальше просто подходим нет добиваем пошел пилот классно появляется ткач и уже настолько проще становится все надо отдохнуть если бы отдохнуть потаутить просто снимаем броню сейчас сделаем здесь восстанавливаемся так подходим снимаем еще бронечку ему да наверно снимаем броню ну почти блин восстанавливаемся здесь down к сожалению мне надо восстановить пробиваем восьмерку он подойдет кого-то ну кому-то броню тоже пытаться будет пробивать я воспользуюсь этим моментом чтобы опять же восстановиться нам нужно его затаунтить все таки есть у меня еще кем тут отлично отражение 2 этому два раза отдохнуть этому уже один а лету уже готова здесь 606 тоже последний down получается кочем восстановим еще да блин как ты восстановим армор здесь слабенько пробиваем хватит так может быть будет подкрепа шаг посмотрим предполагается или нет но чисто вообще никто не помер ранение там максимум на четверку где-то пропустили один славы вы ощущаете что бой становится более жестоким и опасным когда решаете больше не рисковать то пропускаете вперед следующий шриан гварлов ребята ребята изи изи которые бросаются в бой приходи завтра если захочешь еще я приду говорит фасольт вы плохо спите предположение эвенда разрушить мост не идет у вас с головой я готов где же молния там было только два момента когда я мог кинуть на двоих все можно купить провизии на на этот чё нас там ранением из ключевых никто не ранен только фасоль и мт дочь мт дочь торже спасибо тебе мы кстати мт дочь торпи и подписан 16 месяцев неплохо спасибо тебе слабы не хватает для того чтобы повысить уровень но я думаю что нужно сейчас обменять на провизию чтобы настроение не улучшалось хотя бы немножко хотя бы на день маркет заходим бритва плюс 3 воли при отдыхе плюс 3 это для кастера прекрасно прикиньте плюс 3 воли 4 воли заход восстанавливает то есть ты можешь брони накидывать с максимальной этой концентрации и просто все равно у тебя будет хватать то есть это x4 просто по восстановлению воли кому еще нас там воля нужна в таком количестве и в первую очередь качу конечно ему и и кольцо отражение воля за убийство без доволен хочется 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 как думаете стоит мне кажется уткача какой то есть предмет неплохой весьма но не помню какой а он не может умереть на такое себе ну полезно конечно штука не менее я возьму я возьму плюс 3 воли проб чё не использовались во все зарядился я думал что будет продолжение банкетом если попробую купить и покупаем провизии хотя бы на день отдыхаем а мы не можем отдохнуть просто файт вы подходите к мосту и ловите удивленный взгляд несущего на плече тела мертвого воина вернулся за добавкой говорит он взглянув на мост увидите что вчерашнего дня варлы сдали позиции какой в план назабоченно спрашиваете вы я делаю то что мне говорит йорундер отвечает фасольта он сказал убивать драгов на этом мосту так что подключайся или убирайся если не хочешь драться помоги мне убрать снова сражаться ты знаешь что делать говорит фасольт пока вы готовитесь к новому опасному воевайс начинает мучить вопрос какой смысл рисковать своей жизнью если не видя никакого прогресса экспо вася до день плюс хорошо слава женщины ставим короче предмет новый готовы к кажется их стало чуть большим но я предлагаю придерживаться какой-то тактики с самого начала у меня была какая-то тактика и я буду ее придерживаться поехали здесь понятное дело надо назад раз так помним главный не фейлить убиваем единичек держим удар держим прям ух держим блин к сожалению надо так отойти потому что потом может не пройти наш подругам олит котлеты здесь хорошо она сдерживала подруга тоже и ловушки стала оставила и подтанковывал но какое-то время желательно ловушку сделала таким образом чтобы несколько ходов выиграть на этой самой ловушке кач поближе помним что сейчас у нас тут качающее восстановление плюс 3 за отдых то есть можно восстанавливать броню с дополнительными вот этим вот с дополнительными затратами по силе воли не боясь что мы ее потом там не восстановим быстро восстановим в первую очередь единички это все что нам нужно сделать быстро и качественно убить единички фух 20 армора там нормально ну подходите гады отдел бритвута да ты что не заметил что ли что как я отдел бритвута а испартак какой-то невнимательный ты что-то так этот не доходит хорошо нет смысла лезть подошел первый так но этот либо будет справа обходить либо слева что-то мне не нравится эта тема я поставлю вот сюда ловушку потому что лучше чтобы он пошел справа и здесь нужно же броню будет восстанавливать ну чё пробиваем этого упыря раз слабенько пробиваем армор с фатантизмом или без я бы здесь побыстрее их убил потому что мне нужно двоих аж и шатать как можно быстрее ткач у нас восстанавливает максимально 10 было брони плюс 9 брони заход 9 этот на ловушке отлично здесь надо также бахать по броням максимально причем чик 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 так ножичка пошла по четырем хорошо а здесь надо ставить ловушку причем ловушку надо ставить видимо вот на эту клетку сразу же вот сюда вот двойную давай в любом случае попадется либо этот либо тот так здесь надо ушатывать мелких кто будет ходить не интересует не очень интересует этот будет ходить я по нему уже с фанатизмом единичку там оставим так этот не дошел хорошо пробивать десятку полностью ли полностью тогда этот подойдет а если не полностью то он ко мне подойдет мне надо его убивать полностью к сожалению вот это плохо что я не увидел этого момента капец капец устанавливаем таунтон был надо делать сейчас будет убивать этого не убивать не надо сейчас вот это от этого избавляться пытаться семь пробития брони пытаемся снять уже не нужное ранение абсолютно не нужно ловушку снимать десятку пробиваем броню дальние единички без как все плотно подходит бьет но это не сильно большая угроза надо здорово этого ушатать надо делать таунт на себя чтоб он не бил по ней может быть даже это и хорошо кстати в любом случае мне надо его ушатывать ну или снимать с него как так диагональ нас как раз два фигня да а этот же еще подойдет почему он сейчас будет идти на толку что я могу сделать эффективнее все конечно вот у этого снять хп на единичке вот сейчас боль какая будет там отстой да неправильно я тут слишком слишком плохо все рассчитал и здесь на получал и там на получал чем реально по мне 4 человека бьет капец надо было подпускать пусть единичку но без хп сюда меньше угрозы исходит от этого всего этих не трогаем пытаемся избавиться от вот этих пробиваем броню раз раз отражение хорошо здесь надо пробивать тоже броню два шметь броня раз таунт разве что надо сейчас правую ушатать но я не знаю как это сделать он уже будет скоро атаковать у него еще броня остается а где кстати а там нет броню просто прям надо восстанавливать опять броньку но без серьезного фанатизма потому что там и предел и у него уже он не хватает этого надо обескравливать обязательно потому что он сейчас будет атаковать максимально мы его ну половину хп сносим но уже должно хватить брони чтобы он промазал на и начинаем держать это кое-как удар этот будет скоро атаковать но он затаунчен в принципе можем у этого снять хп-шечку надо максимально обескровить людей вокруг максимально да он на этого упыря чтобы он не пробил мне вот эту девочку отражение хорошо 7-10 убиваем снимаем 10 хитов уже можно не таутить потому что большой даже не попадет по мелким здесь держаться держаться тут отдыхаем последний ход надеемся что 16 брони я вынесу дальше надо работать уже по дальним думая о будущем снимаю здесь вообще нужно было вот этого снимать ай цемпушечка 6-4 давай-ка вот 4 даже нет 4 пробиваем 4 таун делать не стоит я думаю что нужно отдыхать пытаться да здесь тяжелый вопрос ближних уже окучивать не стоит не надо просто по вот этому стрелять по дальнему уже этот пока окукует тут мы восстановили надо восстанавливать снова ремонтировать короче армор на полную сейчас вот главный да все а потом может быть даже два хода отдохнем потому что не два так тройка 11 может дальнего убьем да давай начинаем мне у тебя пробитие самое классное давай-ка ты лучше будешь заниматься тем что получается лучше всего стоять по бронированному порядку 6-8-1 ну давай ну давай отдых да больно все равно ой пошел вызывать вроде как надо еще ход подождать но я не уверен что ну-ка должно хватить должно так а я больше здесь не могу ничего сделать да я могу отдохнуть сам по себе а здесь могу пошатать дальнего ну давай ой 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 да я поэтому тогда последний удар держимся ух еле-еле и восстанавливаем но я не уверен что полностью надо восстанавливать не лучше полностью потому что а вдруг сейчас не выдержим им ход так появился еще один нубас я не могу ни по кому достать этой подругой и при этом нельзя мне сейчас ей ничего делать короче я отдыхаю ой здесь надо снимать брони у дальнего и его расстреливать капец как же больно как же больно кстати без без этого артефакта я не вынес будет я и так то на грани тут а я не могу его игнорировать давайте подудим два раза в рог потому что ну иначе я не вытаскиваю здесь восстанавливаем броню и надо как-то умудриться еще отдохнуть о отлично здесь снимаем броню нормально без фанатизма потому что хватит урон у нее всего 12 кп все можно слева начинать убивать людей потому что правые не успеют дойти начнем мы с этого возвращается гад блин я реально могу не выстоять просто девяткой убьем убьем давай он уже и так это вызывался а он опасен за своим 7 урона крит удар раз шесть снова без отдыха я ремонтирую но не тратя лишнего отстреливаем вот этого получаем как раз сейчас силу воли которая так важна чтобы эффективно сражаться здесь здесь надо сносить броню увы 9 армора 2 хита вообще еле еле левую нельзя еще надо сначала вот этого убрать а потом уже может он меня пробьется такой хорошо так еще рог еще восстановление давай-ка чуть побольше я на грани прям тут двойка и начинаем ушатывать сначала дальнего раз и потом слева направо хотя не важно два потом следом будет и выждем капец ну нет а хорошо умничка да все уже не важно получается там еще рог можно было использовать неважно 20 урона влетает бах второе сражение без ранений без ранений славу мне наша слава растет 10 плюс 11 класс вы ощущаете что бой становится более жестоким и опасным когда решаете больше не рисковать нормально все приходи завтра если захочешь что серьезно ой надо было еще одного убить не хватает одного киллса чтобы до четвертого уровня дотянуть а что у нас в маркете может еще какой-нибудь предмет купим вкусный отражение силы присвоили за убийство нет ну я беру провизию еще на день и иду сражаться на мост стоп 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 вы приходите в себя осознав что почти вся армия варлов смотрит в вашу сторону медленно шаркая мимо вас проходит ивер с огромным топором в оставшейся руке он направляется к мосту ивер ивер кричите вы но он не отвечает врубая свой топор ближайшего драга и пинком сбрасывая его с моста идите сюда кричит он черной орде ругаетесь вы спешите ивер мы типа таким образом ивер видимо можем джойнить ивер ивер шесть очков четвертый уровень а как кто он с кем он стал то аааа он однорукий у него нет меча он теперь просто с топором силач то ранит врага союзника отбрасывает на клетку реально с одной они про они они прописали персонажей видите как вообще и там прописали и здесь прописали везде прописали фасоль сдох в диалоге блин ребят простите я думал там типовой такой же как второй раз фасоль минус блин он же без щита понимаете мощный удар ему как бы силу нужно качать а под мою страту тут вообще силу не заходит никак не 16 брони то тоже прилично конечно в один прекрасный день вскоре после основания с гора в центре появила города появился ивер он сильно напугал поселенцев немногие живого варла крепкая дружба старое описание не надо надо макс брони точные если я хочу хоть кем-то танковать у него еще сила воли 8 ничего все характеристики поехали что нам дать ему плане не это так силы что нас принимала не выставить поехали в армии даже кажется поменьше чем в прошлые разы однорукий ивер 16 брони всего лишь главное не на фейлик так как да блин реально я тут могу не выстоять единичек 4 штуки избавляться нужно как можно скорее от них я не хочу мост ломать понимаете не мы его строили чтобы ломать его вопреки приказу короля варл таран 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 тартан у него 9 силы воли 9 9 ну 9 из 8 вообще 8 ну это вообще дичь конечно куда ему столько я не стану он бить может ему нужное напряжение было прокачать ну то есть он не танк он очень не танк он мега отчаянно бьется а стоп нет этот не доходит хорошо отдыхаем еще начнется что остановим упыря вот здесь чтобы была возможность по нему стрелять так ловим этого не жалеем он было ближе пропустить еще но не достаю просто него пробью лучше так а потому что он в трубку доходит если я не пробиваю сейчас девятку оставляем сразу единичку нам нужно сделать какой-то блок чтобы пробиваю народу конечно многом пошла атака раз сразу на четверочку так этот не доходит ладно хрен с тобой пробиваем фигово пробиваем броню или лучше все таки этого остановить когда он будет ходить не скоро но успеешь да давай сделаем так град стрел вот сюда вот с фанатизмом с фанатизмом но он очень опасно у него урона трындец просто надо успеть еще отдохнуть пробиваем броню этот подходит но пофиг вообще не пофиг что у меня тут ну хотя не знаю даже как пробиваем жалко сплэш не идет я не выстою кажется и верну я просто не выстоим цепная тут не эффективным восстанавливать армор надо уже плюс 4 но это такое лол так так такое низкое количество здесь надо последний раз видимо протоковать по броням я думаю пятерки хватит пошла цепношечка оп это восстановили крит хорошо четверка так смотрите кто у нас там дальше не интересует пока не опасен он даже заблокирует мне поможет этот опасен ну давайте тогда по нему как раз нет без 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 потому что потому что тогда у меня не будет силы воли на ловушку так нейтрализовали практически это вам что делать и веру не сходить с места или оттолкнуть что ну мы тогда порядок нарушим нам выгодно делать так чтобы эти стояли рядом биты отлично теперь задача скорее всего вот этого товарища обескровить потому что потому что он опасен потому что он явно к иверу подойдет его уж никто не остановит минус 3 брони двенадцать 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 так а если цепная раз два троих я задену да раз два троих задену может быть и стоит сейчас цепнушечку сделать электрическая дуга раз два три давай попробуем поехали хотя зачем я же специально двойку оставил дурак сейчас придется справляться пока ой вася ты миша короче этот не столь опасен уже этот опасен понимаете но я его ловушкой могу забрать здесь лучше конечно вжухнуть на семерку нейтрализовав этого двухлеточного здесь терпим а здесь надо ловушку на на вот этого ставить восемь тринадцать он в любом случае не подойдет кроме как через эту клетку никак поэтому мы его блокируем здесь хорошо ой что делаем эту единичку можно убрать просто потому что нет хотя там еще одна единичка может подойти и этот подойдет ё-моё атаковать или не атаковать еще вопрос атакуй поради хотя бы силы воли подходим пытаемся вытанковать танкуем сегодня мы с тобой танкуем что делаем дальше этот не сильно угрожает этот пока не угрожает не опасен не опасен мега опасен и он будет ходить дом да я до него а я до него достреливаю в принципе но какой смысл блин 17 брони пытаться ему снять лучше наверное даже ему по единичке поснимать так или тройку снять цепки не тройку с ним давай так там еще желучница одна будет стрелять кажется а он пошел вызывать хорошо здесь бы отдохнуть но и восстановить бармор тоже а я не смогу никак это сделать может молнии еще разок вжукнуть поэтому тык тык да давай сделаем так раз ну потому что я не отражаю удар этого упыря мне нужно молнии и снять у него мимо брони еще несколько хитов вот хорошо троечка вместо семерки это прекрасно а не я доставал до него блин пробиваем броню на семерку пофиг подходит щит окей так ну что мы будем пытаться останавливать людей будет ходить этот он подходит же или не подходит стоп он подходит спокойным мне нужно заблокировать эту клетку в рог дудим и вот эту клетку блочим чтобы спасти нашего ивера потому что его тут либо этот либо этот бьет оп остановили и заблокировали отлично так сам ивер должен пробивать этого упыря я желательно до единички оп хорошо этот обходит отлично этот особо не угрожает вот этот пас не упыр пробиваем его хармор армор снимаем этот неп ой опасно как и вот щас я не могу к сожалению отдыхать я должен ремонтировать но ремонтировать я могу немного Немного, к сожалению. Это приходит в себя, вызвал. Надо сейчас уже убивать людей. Потому что без силы воли я тут не вытанкую. Просто никак. А, это тот дальний будет, да, атаковать. Не угрожает. Этот не сильно угрожает. Этот сильно угрожает. И я бы, конечно, пока есть такая возможность снял бы у него броню и добил уже бы лучницей. Раз. Этот пока не сильно страшен. Ну что, пытаемся ушатать двенашку. А кто там дальше? Фигня. Относительно фигня. И потом он же добьет. Хорошо. Тогда ушатываем его. За славой. И за силой духа. На двойкочь хорошо было бы пробить. Но не на тройку. Раз. А, еще сплэш идет. Я точно забыл. Этот будет следующим, да? Этот не доходит. Ну чего, убиваем этого упыря. А как иначе? Хорошо. Здесь либо отдых, либо восстановление. Но я думаю, что восстановление как раз за счет того, что у нас все ремонтируем. Хорошо. Держимся. Тут подходит эта единичка. Ничего страшного. Здесь шестерку добиваем. Дальнего. Бах. Отлично. Держимся. Здесь было бы неплохо уже дальнего шатать. Или нет, нет, нет. Дальнего надо ловить обилкой. Но непонятно, как он подойдет. Он пока не может подойти. Поэтому давайте все-таки начнем с пробивания стандартного брони. Да, он не подходит. Здесь можно ушатать и одного, и второго. Но я думаю, что слишком рано это делать. Лучше сейчас избавиться от плотного. Потому что этот товарищ с силой 18 подходит и просто ваншотает меня. Здесь, пользуясь случаем, отдыхаю хоть разок. Потому что 8 брони мы от двоих-то сдержим. Здесь тоже отдых. Здесь пробиваем броню, потому что достаем. Хорошо. Терпим. Отбрыкиваться щитом как-то не хочется, если честно. Так, тут последнее, наверное, пробивание, потому что уже брони останется 3 единички. Добро. Тут уже 12 и можно спокойно ремонтировать. может даже с максимумом бах, 13. Классно. Отдыхаем. Странно, почему этот не бьет не бьет вот эту вот подругу мою. Я, кстати, могу удариться сплэшем хорошо. Нет, он будет... Не надо, не надо, не надо. Потому что я пропущу все равно удар на семерку. Зачем мне это надо? Если ты спокойно и так расстреливаешь. Раз. Тереть удар. Отстреливаем дальнего. Этот же вроде не успевает. Не, успевает. У него сила воли есть. Уклонение. Рок минус броня. Вообще, на пилотч можно, но, наверное, лучше средоточиться на атаке поэтому. Потому что, когда начинается пилотч, враг иногда ходит первым сплэшем. Есть победа! Без ранений! За славой! За экспой! Класс! Класс! И мы трижды выходили на мост и трижды, ну, правда, потеряли. Хватит! Тяжело вздыхает Ивер, который, кажется, вышел из своего оцепенения. Так мы ничего не добьемся. Да, нападайте! Следующий! Вы следуете за ним, он поднимается по лестнице и распахивает двери в тронный зал. То есть, мы таким образом убедим короля Варлов разрушить мост. Типа невозможно отбиться! Я рад видеть тебя живым, Ингвар! Вы готовы поклясться, что слышите дрожь в голосе короля? Достаточно, Ерундур! Этот бой невозможно выиграть! Ну, ё-моё! Ребята, ну вы видели! Возможно! Заматерел, да. Сложность этого боя заключается в том, что у тебя три сражения и между ними нет паузы. То есть, один день только. То есть, ты с ранеными выходишь. Но если ты проводишь его вот так вот без потерь, то как бы изи. Опять за своё? Пока я сижу на троне, будь я проклят, если позволю мосту рухнуть. Ты позволишь погибнуть всей нашей расе. Мы все когда-нибудь умрём, Ингвар. Мне не нужно говорить тебе. Новых варлов уже не будет никогда. Ни завтра, ни тысячи лет спустя. Мы последние. И я не дам разрушить то, что мы построили. Ты хочешь, чтобы мы исчезли без следа? Словно нас никогда и не было. Я знаю это, но твой голос лишь один из многих. Я знаю, что все варлы равны. Времена кендров в прошлом. Я прошу этих варлов, последних из оставшихся в мире, идти за мной, чтобы дожить до завтра. Как ты думаешь, кого они выберут? Воздух в тронном зале становится таким густым, что почти душит вас. тишина продолжается целую вечность. Продолжай. Возьми ткача, уничтожь мост. А-а-а! Делай это и уходи. Возьми тех, кто пойдет за тобой и не возвращайся в мой город. Союзом варлов и людей покончено. Ивер выходит из двери, прежде чем Ярундр успевает закончить фразу. Настроение отличное. Возглавляемые Ивером Варлы идут в яростную атаку на Драгов, отвоевывая позицию для Эйвинда. Заняв ее, ткач начинает обрушивать молнии на опоры моста. Вскоре каменная кладка деформируется и начинает рушиться под собственным весом. Как Варлы, так и Драги бегут с рушащегося моста со всех ног. Сколько их с пытом. Когда пыль рассеивается между вами и разъяренными Драгами зияет пропасть. Здесь они не пройдут. Вспоминается сразу Гендальф, который You shall not pass! Вы получили то, что хотели, говорит Ярундр. Теперь уходите. Я не хочу больше видеть ни людей, ни ткачей. Эйвин говорит вам Юнона будет ждать нас в Сиркхольме. Несмотря на то, что угроза отступила, многие Варлы решают идти с Ивером. Вы уходите, ведя за собой длинный караван. Варлов плюс и шестая глава. Холмы из наших костей. Еды нет! Еды нет! О-о-о-о! Давайте лагерь разобьем, а? Хотя бы подождите, просто... О, трейнг, кстати. А, ну а как мы разобьем? У нас маркета-то нет. Хапчика нет. 22 славы. Можно пятый уровень бахнуть. Пятый уровень, Карл! Пятый! Вот нужно прокачать будет обязательно напряжение до максимума, потому что у него такое количество силы воли, что он способен крушить все на своем пути. И пятый обязательно дать на танка. Ивера, наверное, пятым надо делать. Отражение силы и привлечение агрессии. Он просто будет талантить на себя все, что можно. А может забить и прокачать ему силу? Ничего, броню мы восстанавливаем, будем пробивать просто с руки. Нет, так мы сможем некоторое время, по крайней мере, силу воли. Я как раз ждешь, восстанавливаешь. Но урон зато какой. Ну, урон там другие люди на место. Просто артефакт пятого уровня как раз под танк. И давайте пока не будем тратить славу, потому что вдруг сейчас появится возможность купить хапчик. к сожалению, я не могу здесь ничего сделать. Мы разбили лагерь просто зря. Еды нет, людей 386, бойцов 114, варлок 55. И мы сейчас будем просто умирать постепенно с голоду. Прошел день, настроение нормальное. Меняется, минус три бойца, минус три человека. Съели, наверное, на ходу вас доносятся слова песни, которую поет мать. Убаюкивающее и плавное пение повествует о вашем путешествии. Когда она заканчивает, мужчина начинает свою историю в стихах. Женщина быстро отвечает другим стихотворениям и весь караван замедляет хор, чтобы послушать увлекательное соревнование. Надо, 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 нам сейчас нужно отвлечься, нам нужно хорошее настроение, еды нет, все плохо. Выступить собственным куплетом. Сейчас спою. Давайте. Караван ошеломлен, когда вы включаетесь в соревнование со собственным стихом. Вы имитируете обоих участников, добавляя штрихи к их историям. Вы завершаете чтение шуткой в собственном исполнении и крестьяне бешено аплодируют вам. Спасибо, спасибо. Настроение улучшилось. Отлично, Михаил. Уже в который раз разряжаем обстановочку ненавязчивой опять настроение, опять шутить. Минус три человека и снова съели мы людей. Ненадолго хватило оптимизма. Смотрите, кричит разведчик, впереди какой-то гигантский зал. Он пуст, вы приближаетесь к зданию, но украшающие его символы вам не знакомы. Стены кажутся довольно неустойчивыми. Наконец-то поспим под крышей. Краем уха, слышите вы. Несколько семей начинают распаковывать пожитки. Здесь может быть опасно, но опасность это наше второе имя. Сегодня ночью спим с удобствами, не пускать никого, пока не убедимся. Покинули непросто так, уходим отсюда. Давайте сначала сами пойдем. Несколько добровольцев с оружием на готове обыскивают здание. Только они объявили, что все в порядке, как варл присоединяется к опоре, который поддается под его весом. Треть строения рушится. К счастью, никто не пострадал, но вы быстро уходите из разрушающегося здания. Мы только что предотвратили с вами трагедию, потому что часть людей бы точно завалила бы. Вот и отдохнули, блин, бы. Хорошо разведку послали. Вся игра это огромное количество решений. И опять же, ты не всегда можешь понять настроение хреновое. Вы замечаете крупные силуэты, идущие судя по направлению из Эйнар Тофта. Одлейф пристально вглядывается и говорит у них повозка. Я ее слышу. Вы притормаживайтесь, чтобы получше их рассмотреть и видите небольшой караван варлов. Через какое-то время они догоняют вас. О, Убин! Здравствуй, Ивер! Давненько мы не говорили, правда? Я знаю тебя. Убин никогда не думал, что именно ты будешь перечить воли короля. Что заставило тебе уехать? Кто-то должен был. что-то имеешь ввиду? Громоглаз идет сюда. Уже? Как это возможно? Мы встретили группу варлов и змей клыка, шедших в обход Эйннарфорта в длинной дороге. Они говорят, что громоглаз и его армия гнались за ними по летнему пути. Мимо змей клыка? Ничего не понимаю. Громоглаз был на мосту. Должно быть, он поспешил убраться, когда появился змей. Пока мы дрались на мосту, он повел половину своих сил в обход, чтобы выйти к Кейнар Кейнар Тофту сзади. Атака на мосту была отвлекающим маневром. Драги глупы. Энар Тофт падет в течение дня. Может быть и нет. Он следует за вами. Я подумал, что кто-то из вас должен знать, почему. За этим, за ткачом идут. Вы обмениваетесь нервными взглядами, но никто не нарушает молчание. А нет. Должно быть это из-за меня. А почему? Типа дуэлька не завершена. Я чего-то не знаю. У него с тобой личные счеты, раз он идет за тобой, Ивер. Это не важно. Наш единственный шанс добраться до Сиграх Ольма. Юнона скажет нам, что делать. Мы присоединимся к вам. У меня есть провизия и воины, которые будут рады убить парочку драгов. О, 40 припасов. Да езжешь. на 6 дней хватит. 10 славы еще. О, хорошо. А может остановиться и отдохнуть? А, опять, опять ты начинаешь. Нет, просто идем. Минус 7 припасов. Настроение ухудшилось. Караван останавливается на развилке дорог. Дорога, ведущая в Сиграхольм, уходит в холмы, усеянные знакомыми черными силуэтами. Ё-моё. И там, и там тоже драги, морщится Эйвен. Летний путь ведет напрямую в Сиграхольм, а путь по главной дороге на несколько дней дольше. Они теперь со всех сторон, отвечает Убин. Лучше нам пойти в обход мимо Хаутсторпа. Так. В обход, конечно, это хорошо, но у нас провизии на 5 дней пути. С другой стороны прорваться вперед сквозь орды драгов. Может быть хорошо, потому что у нас уже выработалась более-менее страта против них. Я думаю, что нужно прорваться. Наберитесь мужества, говорите вы своим бойцам. Мы уже умеем побеждать драгов, и мы не успокоимся, пока не дойдем до Сиграхольма. Караван поворачивает в сторону летнего пути, где вы немедленно сталкиваетесь с врагом. Драги шренгами стоят на поле боя, приготовив оружие. Вы быстро подсчитываете врагов, их 195, в вашем войске 124 бойца, 57 варлов. В атаку! Просто по максимуму и берем, по максимуму! Ой, сейчас будет заварушка. Ладно, нам дали славы, нам нужно Ивера апнуть, нам нужно дать ему предмет, обязательно. Повышаем Ивера. Двадцаточка, да? И у нас третий уровень тарана. Отбрасывает, наносит. Мощный удар у нас келится от... Что такое? Кто пишет? Понятно. Короче, тут выбор. Либо я беру напряжение, либо я бахаю в силу, для того, чтобы периодически... Можно компромиссно сделать пробивание... Нет, пробивание брони есть у других. Ну, 8, ты же проходил это. Хотя бы единичку сюда. Давай компромиссно. Единичка напряжения, чтобы можно было тратить более-менее эффективную силу воли и единицу на... на здоровье. Здоровье ты особо не можешь восстанавливать. Так-то я, по крайней мере, могу убить. Твердить. У нас еще остается двенашка, но это так себе. Накидываю артефакт сюда. у всех все есть, да? Новых людей брать не будем. Поехали. Сейчас будет такая орда просто, я по максимуму. прощи, еще три человека с прощами. это капец, просто. я не смогу по такой страте сражаться против трех людей с прощами. Одного-то, ладно, я выщелкну, наверное, смогу. Прохожу пока так. Жопа. Извините. Закрываться полностью тоже такой плохой вариант на самом деле. Пока так встану. встану. нано. Даже броню снимать не надо. Ну, это вообще меньшая из зо на самом деле. Так, я здесь могу отстрелить по расчурам. Большую часть здоровья у него снизу. Да ладно, он отошел и... Твою же шметь. вот и пробили меня уже. я не знаю, как здесь действует, Просто не знаю. это очень похоже на гуфетский... я не знаю, зачем я вышел стрелять по этому смотрю. Мне надо фактически уходить просто. Сейчас еще достанется. Хотя нет. Пытаюсь отступить, но это такое... сейчас сейчас прощу и будет атаковать, но это мелочевка, это единичка. Ладно, хрен с ней. Здесь точно отдыхаем. Кто там будет дальше ходить? Этот, ладно. Этот опасен. отступать-то надо. Да надо уже все, надо занимать позицию, к сожалению. Итак, сейчас начну получать. здесь имеет смысл, наверное, вжукнуть ловушку какую-нибудь. Семерком. Фигня, фигня. Или опять же сразу же на позицию. Но ей нужно вот сюда. Если я сюда пройду, то рук у меня не вернется. Или постоять еще один ход здесь. для того, чтобы им да, надо отстрелить. Стреливаем. Нет, 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 не так. Два оставил в нижней вилочке. Ну, зачем я это сделал? Почему два? Этих вроде как и атаковать нельзя. Нельзя. Руку точно ставим сюда, потому что он и раненый, и тяжелой ему, в общем. Снимаем единичку у этого упыря. Здесь отдохнули, восстанавливаем броню по максимуму причем. 16, да? Не доходит, слава богу. Тут внимательно, надо, наверное, уже браться и снимать броню у этого товарища. пробуем. Жесть. Идем, выстраиваемся. Тут напрашивается ловушка, вопрос по кому. Этот не угрожает, этот пока нет, этот в перспективе да. блин, с прощами люди, вот самые, наверное, самые не очень. Можно направо кинуть ловушку, но он будет ходить значительно позже, чем я, поэтому я успею его и так остановить. Второй вариант, это продолжить снимать броньку, наверное, самый правильный. Очень плотный фиолетовый идет сзади. Здесь я встаю на позицию и, к сожалению, жду. снимаем еще три брони у этого щитовика. С прощами самая большая проблема. Хотя вроде они не пробивают так сильно. Здесь пока отдыхаем, этого отстрелим. Этот нескоро будет ходить. Кто у нас там близкий? Этот не нужный единичка, этот не нужный единичка. Этот далеко, этот опасен. Но его нужно как раз ловушкой останавливать. Хорошо. То есть у тебя есть возможность, например... А, ты не можешь, да? Слушайте, здесь, наверное, даже имеет смысл просто подождать. Еще одна опасная единица подходит. Тут мы можем ваншотнуть с одной стороны, но здесь, наверное, эффективнее работать с ловушками. Вопрос только, кого останавливать? А, правого же ты хотел остановить. Вот этот вот товарищ опасен. Фанатично стреляем. делаем ловушку. Эта двойка ничего страшного. Пока держимся. Но пробивать его смысла нет. Еще тут щитовик рядом опасный. Таранить щитом тоже резону пока нет. Так, внимательно, 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 либо ты этот не угрожает. Вот у этого надо снимать уже хп видимо. видимо невидимо, да? Этот подойдет ко мне в следующий раз. Этот опасный. Ладно, забиваем часть хп. Раз. Так, тут надо опять... Так, чтобы по сплэша особо нет, раз, два и все. он и обчелся. Ремонтируем девять, шестнадцать, хорошо, держимся пока. Этот подходит, останавливаем прекрасно, хотя он и не подошел, но у него все равно восемнадцать, не стоит рисковать. Тут можем ваншотнуть его, а можем, а можем, а, и он сейчас будет подходить. Семерку, стоит ли его убивать? Семерку, стоит ли убивать? Там опасных нет поблизости, то есть если этот пойдет, ничего страшного. Да, давай Семерку убиваем. Поехали. Сразу на его место. Теперь надо либо ну опять же, нет, сейчас просто снимаем с него броню также. Одлейф без она успеет короче там еще сделать. этого не трогаем, этого тоже не трогаем, ничего не делаем, просто ничего не делаем. Ни удара в щитом, ни черта. Этого заблокировали, но не до конца. На самом деле было бы неплохо единичку ушатать, потому что все остальные не очень. Этого мы блочим. Надо левого убивать. Левый, потому что он как бы проходит, если я ловушкой его не... Ой, там сплэш же еще. хорошо. На этого обращают внимание из-за предмета. Он ну как бы помогает, помогает. Так, броня есть, поэтому отдыхаем. Кажется, сможем сдержать. Кажется, сможем сдержать. Здесь нужно пробивать армор, потому что она это делает лучше всех остальных. Пятерка. И сейчас еще по цикрушечке. Пам-пам-пам. Отлично. Этот подходит, гад, но тут уж я ничего не могу сделать, потому что атаковать я по нему не мог до этого. к сожалению, я либо атакую его сейчас, либо ставлю ловушку. По-другому никак. Спрощой люди подходить не будут, а этот подойти может. Поэтому я ставлю вот здесь вот ловушку, останавливаем его, остальными работаем по плотной единичке. Это наша задача. На самом деле ничего страшного в ней нет. Ой, сплэш сейчас будет. Забыл. А, сплэш на единицу. Хорошо, то что нужно. Все, больше не бьем. Больше не бьем. Больше не бьем. Даже не хочется на самом деле его уже сейчас убивать. Хочется пострелять по дальним, чтобы у меня была возможность побыстрее разобраться с этой всей бригадой. Поехали. Броня, броня, броня. Хорошо. Так, здесь продолжаем восстанавливать. У нас есть с вами энергия и в Роге в том числе. Кажется, нужно по максимуму сделать, потому что там не хватало. Да, не хватает. И так еле-еле. Это пропускает ход. Отлично. Здесь человек будет ходить. И хорошо, что я поставил ловушку, потому что я не смог бы его нейтрализовать. И сейчас можно подумать о том, с кого мы дальше будем снимать армор. Либо это вот пятерочка, что маловероятно, не хочется. Лучше по единицы по двойки. Либо это кто-то реально плотный, желательно в кучу. Например, вот в этого товарища, чтобы прошлось по всем сплэшам и по этому в том числе. Отлично. Этот неизменно попадает на ловушку, так, как я и планировал. Так, сейчас. Я бы отстрелил товарища с прощой, потому что он, ну, во-первых, он в любом случае атакует и снимает мне броню. Это мне не нужно совсем. А здесь ситуация, конечно, потяжелее. Надо будет ушатывать вот этого упыря. Бить мне пока не по кому. А может быть, все-таки сейчас удар щитом. Откинуть, например, вот эту пятерку. Отлетит он далеко. И вроде как он никому не помешает. Давайте попробуем таран. Поэтому нет. Только этого могу откинуть. А почему не могу по таранить. Типа через двухклеточных нельзя. И удары тут отдыхаем. Держим удар. Так, здесь. Здесь. Кучно очень снимаем броню. Слишком подозрительно близко подходит. Да, по руку стреляет. Очень важно сейчас ушатать вот этого упыря. А может сплэшем. Может там хорошо будет раз, два, три. Цепная пройдет. Раз, два, три. Но я тогда освобожу проход и там ворвутся люди. Мне нельзя этого допускать. Мне нужно сейчас убить как-то этого упыря. Здесь отдых. Терпим. И этого и этого. Кто раньше будет? Ты его сможешь остановить. Давай пробиваем. Да, максимум брони просто пробиваем у этого. Потому что рука нельзя терять. Так, под лейв ставит блок получается, да? А он все равно может не пробить. да, я вынужден ставить блок здесь. Может быть и стоило кстати под чувака с прощой это сделать. Таковать никого не могу. давайте по этому жопну. Ну потому что тут больше урона по броне и как раз он бронированный а сплощем все равно пройдет по остальным. Блин, выжил бы Ивер. Тут надо ремонтировать. Ай, беда. Этот напарывается на ловушку как и задумывали. А я не достаю по той подруге. Можем добить. Можем снять здесь броню. Можем практически ваншотнуть этого пыря. Но наверное стоит еще разок по броне по этому плотному и всех остальных походцев поединиться. Слушайте, я могу подудить и спровоцировать. Да, да, надо сейчас останавливать. Блин. Вот сюда наверное надо делать. Ну, чтобы рука этот упырь не убил. Хочется сплэшем прям ударить так бах чтобы по всем разлетелось. Но нельзя. Пока нельзя. Не, нельзя. Есть! Ловим! Отлично! И убивает сразу. Класс! Теперь! Ну, у тебя ничего нет нормального из-за низкой силы ты продолжаешь бить по броне, но все остальные сейчас начнут уже вжухать по лучнике имеется ввиду. Вжухать как надо. Восстанавливаем раз. Держимся. И начинаем мочить козлов. 16 это раз. Первый пошел. Бах! Что-то хреново все равно. Давай восьмерку сюда пробьем. Там все еще броня есть серьезная, поэтому этот не доходит так как надо. Хорошо. Хорошо. Пробивать все еще рано, друзья. Ну, так можно сделать, кстати. Попробуем. Ну, так себе, конечно. Так, ну что? Ты у нас за неимением лучшего продолжаешь пробивать броню. Раз. Проходит гад. Снимает броню у меня и у соседей. Не знаю зачем. Здесь восстанавливаемся легко. Ремонт идет. Прекрасный. Проща, вот это опасно. Ох. Еще, надо пробивать уже все. Этого нельзя убивать. Этого можно убить. Поехали. Раз. Слева можно начинать как раз. тоже нельзя. Вот этого два. Нет, с прощой надо человека. По-хорошему, конечно, его убить. Да, давай. Снимаем броньку и по нему надо будет. И он отошел. Хорошо. Тут держимся. Жухать здесь пока рано, а вот поэтому можно ударить. Ну, потому что этот не пройдет назад. Он сблокирован. Это плохо, но это единица всего лишь. Не страшно. Здесь снимаем броню. Тоже дудим. Снимаем хорошенечко. А, и он подходит все-таки. Ошибка. Устойчивость к физике. Вот она ошибался. Ошибался. К сожалению, это мистейк. Мистейк, мистейкович. не помню там сколько у меня хватает, не хватает. Держимся. Здесь ушатываем. Очень плотный 16 кпс. Ключевой товарищ. Подходит гад. может... у него нет. Нет, у него есть. У него есть как раз. Пробиваем. Сейчас сплэшем сюда, вжухнем. Давай, со всей дури мочи. Раз! А почему подальше не попало? я на таком моменте смогу и потерять. Еле-еле. Ну, та ошибка опять. Опять ошибки. Твою же налево, ну, как так? Струков один поддержал ваш канал на 111 рублей и сообщает. Привет! Ну, не совсем идеально. Тут нужно другим танкам воевать было, потому что слишком много времени. Вы улучшаете минутку, чтобы глядеть поле битвы. Враг отступает по всей линии фронта. Ну, что, пробуем убить еще несколько отступающих? Поехали. Сколько их? Раз, два, три, прощи. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, много! И какие-то новые прачники. О-о-о-о! Ой, как их много! Ёпары сэты! Блин, зря! Надо вправо уходить. Надо, типа, просто бежать. Атаковать. Черт, возьми. Сейчас будут минусы. Что это? Что это? Бросает две бомбы, которые на следующий ход взрываются. Зона поражения пять клеток. Так. Я не знаю, куда он кинул, но это, это капец, конечно. Я не вынесу здесь, скорее всего. Я поторопился. Слишком. Ну, я не знал, что такое количество народу будет просто. Ага, вот будем бомбы. Раз, два, три, четыре, пять. Ё-моё! А я не ухожу тут никак просто. Я просто никак не ухожу. Надо было сильнее разбивать броню. Ой! Тут один хит, капец. Это на расчет на халяву, если он выберет какую-то цель, кроме меня, но он не должен вообще выбирать никого. Он просто подходит и... Да, он падает. Тут бомба будет взрываться, надо уходить сюда и пробивать. Капец, они мне просто раскайтят сейчас. Просто раскайтят. Здоровья нихренашеньки нет. Да, это ГГМ. Я не знал, что просто такая... что подкрепа может быть именно такая. То есть тут просто... клетка надо валить. Молнии тут не зайдут никак, вообще никак. пробую идти, не знаю, получится, не получится. сшатываем одного. Тут слишком все плохо. Тут со сплэшем надо, наверное, пробивать. Хотя они не на смежной клетке стоят. Второй. Надо держать дистанцию. я не знаю, что делать. Просто не знаю, понимаете. Я пытаюсь уйти к своим. У меня тут просто растолевый сейчас с таким уроном. Да. там. еще целых пять человек надо танковать короче нашим восстанавливать ему я должен отдохнуть по крайней мере один ход и пошла бомба надо жертвовать эту подругу снимать напоследок броню хотя бы у одного тут врываться и вером сплащить максимально из взрывы скоро но мне нужно восстанавливать максим я не знаю я не знаю не знаю как здесь быть слишком все плохо вроде как и отдыхать надо вроде как уходить надо блин можешь чуть отступить пока что перегруппироваться отдохнуть это попробуем в принципе я могу залететь отдых здесь тоже требуется отдых но я не отдыхаю дурак так у меня уже максимум в принципе можно сейчас может быть их вы еще не выстроиться в шахматном порядке было бы неплохо потому что жизни у них мало понеслась я пошел бой 1 устойчивость хорошим не я вроде тут из-за числа ходов если сейчас подрежу еще хп вот у этого товарища это может и зайдет ладно давай надо и вером вниз ворваться или этих спас сплэшить можно просто этого добить и поэтому пробить да выбираем между давай так оп минус 1 и сплэшим единичку устойчивость хорошо справляемся вроде вроде бы справляемся пока отдых это плохо а нет он не туда минус 4 брони но я должен подходить к пробитому человеку и пробивать его прям пробивать нет какой-то ран вася не не алё уходит сейчас восстанавливаем ему броню каким-то просто чудом здесь выруливаем чудом выруливаем уже да уже выруливаем я чуть отступаю чтобы дальние возможно не атаковали я продержусь отдыхающих вот эти почнее сволочь тут можно кстати в жукнуть сплэшим по двоим по крайней мере но этим товарищем давай-ка так оп да только он же отступает чего-то ты не доделал михаил прям по максимуму восстанавливаем остается трое причем двое из них покалечены серьезно у нас вся броня мы с вами живем мы с вами живем оставляем единичку раз отдых отходим ну потому что нам нужно восстановить армор чтобы рейндж хватит хватало ремонтируем е-е-е класс класс о кстати если мы протакуем по этому может он отступит к своим в шахматном порядке рок троечку раз давай давай недалеко нет уходит далеко ну я думаю что надо подходить и вжухать уже обилочкой скажем вот сюда один одного добьем и по второму урон нанесем бах и бим хорошо здесь подходим пробиваем на двойку на двойку отдых не давай уже добьем до пилы джим один то удар то мы тут перенесем хорошо восстанавливаем на всякий случай броню и ушатываем его е-е-е победа максимальная сложность была врагов максимальная не слушай давай не будем давай просто да не почему не будем будем пусть он бежит там ох а я так и чет 10 было у нас у нас были с вами проблемы не достаем до раскаете ли раз контроли ли не без проблем но по крайней мере другой добиваем чтобы ткачу x пошла и сейчас артефак дадут черепаховый обруч минус 24 бойца минимум потерь в армии сейчас ранение 3 ранения получил славы там под 20 должно быть 27 ах это экспо ребята это экспо вот в идеале конечно все сражения нужно проходить на максимальной сложности и с дополнением неважно сколько врагов вы убиваете за каждым поворотом вас всегда ждут новые это безрассудство говорит ивер стряхивая стопора темную кровь я не трус но нам стоит повернуть назад ситуация следующая у меня три раненых и я не вынесу следующего сражения без без отдыха да нам нужно вернуться на главную дорогу вы приказываете каравана возвращаться на получил люлей ой ну в идеале конечно надо дальше проходить без потерь это жуть конечно вы приказываете каравана возвращаться на главную чтобы сбежать дальнейших потерь по крайней мере драги задумывается прежде чем следовать за вами капитаном жуть вынесешь без подкрепа не 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 у меня там у меня не раненых только двое и они не дпсеры что ничто вынесу без потерь там все лучники мертвые вслед за звуками схватки вы видите варла окруженного пятеркой вооруженных воинов один из них оглядывается на вас и кричит не вмешивайтесь этот варл безо всякой причины убил моего отца варл собирается ответить когда человек нападает великан отбивает клинок в сторону и безмолвно ждет следующей атаки не 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 надо варлу описываться послушаем что скажет варл варл с безразличным видом пожимает плечами говорит мы с его отцом заключили сделку он солгал теперь он мертв солгал кричит мужчина ты убил его из-за того что он солгал трус мужчины бешено атакуют варла который спешно отбивает от их атак защитить варлу ивер говорите вы нам бы пригодился варл умеющий обращаться с мечом не так ли опа он кивает обнажая свое оружие люди сразу отступают перспективы драться с вашей армии не хотят особо их уводушевляет они наблюдают с расстояния бронясь и крича что-то про несправедливость про демократию варл поворачивается к вам мне не требовалась помощь но раз уж я собрался в дорогу то не откажу пойти вместе с другими варлами сейчас плюс один варл минус там три человека хотя нет плюс один варл просто и настроение улучшилось и 5 славы дали вот за справедливость слушать а тут поселение небольшое мне бы отдых не помешал маркет есть вы входите в городок руках рудокопов они расспрашивают вас о новостях землетрясения грядущем нашествии драгов вы видите среди них много стариков и детей понимаете что взяв их с собой вы только прибавите лишних ртов с одной стороны слава да я на оставляет здесь это это нет надо предлагать пойти вы вспоминаете самые страшные истории убеждая людей уйти из города прежде чем придут драги и умудряетесь свергнуть всех в абсолютный ужас они начинают паковать вещи лишь время покажет сможете ли вы обеспечить обещанную безопасность плюс 112 людей можем отдохнуть можем закупить провизию хорошо что у нас погиб 44 славы 44 славы и два дня нам нужно отдохнуть что по-хорошему чтобы вернуть строить двух наших бойцов класс 1 1 1 2 маркет что у нас продается на 6 уровне псидиановое кольцо кольцо которое поглощает свеку парка себя плюс 2 силой и драконий камень плюс 3 воли нет 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 провизии немножечко купим я не знаю на сколько 3 блин может под 40 чтобы 2 лава лапа сделать да на 5 дней думаю хватит просто по двадцатке кажется мне нужно 4 на 5 мне все герои готовы капу и рук и олеты и отдых а лет конечно прекрасно со своим пробиванием своим предметом она уже 26 из 14 апать и апать хотя у нее обилка особо не решает под лайк если улучшим мы получим 3 уровень град стрел который очень часто используем рукавского белка тоже использую редко из-за особенностей построения по что если я подхожу в мили то начинается сразу поэтому от лейк сначала мы улучшаем да тем более ей есть тут что повысить 20 очках и ей нужно конечно же в такой ситуации не армор а просто силу воли хорошо шанс двойного урона силе хорошо так а лето или рук а лето или рук а лето крайне редко белка свой использует нужно выстраивать в линии простреливать но если построение поменять можно и я тоже завязать такое может леммингов подкачать тут крумра взять 6 есть слот про свободный в принципе и эти вы еще хвалили этого мечника с отбрасыванием мне бы танк на самом деле не помешал бы одноклеточный я так бы смог прикрывать своих лучников плюс он даст еще контроль и плюс он даст еще защиты киева 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 крумор просто слишком здоровый и он посилил не танк давайте киева наверно возьмем возьмем и киева будет зонить у нас врагов и киева имба дико и нервить его надо лут почитай лут а лучше мне же выпал что-то еще двери как говорится не лут ну кольцо на третий уровень плюс 2 брони вот этот тот самый можно кстати под и кило отдых две брони до давайте кило повышение закидываем ему чисто вармор и надо до конца и нужно ему еще три киллса и нужно что-то на второй уровень ему дать урон это так уклонение это так такое себе всяко лучше чем ничего 15 славы оставим славы провизии на пять дней оставим я думаю хватит мэп маркет тренировки нет с таким трудом я славу это получал поэтому не хочу 5 дней провизия 5 дней 5 дней очень много мне будет уходить провизии на такое количество людей выбирать будут не надо еще два-три дня добавить хотя бы так недельку ох поехали о музыка до недели мы строение нормальное передохнули неплохо людей бойцов смотрите кричит один из людей караван останавливается вы видите как драги входят в деревушку через которую вы только что прошли надеюсь те кто остались успели убежать говорит а летто но вы сомневаетесь в этом так там никто не осталось идут говорит ивер указывая на шеренгу драга выходящих из деревни марширующих в вашу сторону внезапно увидите как впереди идущий враг падает а потом падает следующий за ним слева от вас слышится звук спускаемой тетивы нит обучающийся стрелять у одла и вы помните ее по подстреленному кролику выпускает стрелу за стрелой в сторону наступающей цели еще один враг падает это невероятно говорит от лайфщурис но нам нужно уходить отсюда вернуться в деревню за выжившими воины жалуются доставая оружие нет говорите вы если ты всегда так стреляешь пошли с нами еще шестой человек она улыбается идет к воинам готовящим возвращаться спасаем спасаем за экспой отдохнули готовый она второго уровня правда что она умеет мастер лучник мастер хищная птица мастер луч стреляет дальше обычных лучников это вот одна клетка даже плюс 2 к дальность 34 кроме того и стрела всегда попадает в цель способность хищная птица позволяет наносить удар по воинам прежде чем они подойдут достаточно близко чтобы атаковать а также использовать пассивный пробой против большого количества врагов за счет так еще пробой будет работать офигеть вот это лучник а пробой это у нас с бонусом а пробить броню я не уверен что будет хищной птицам работать а я тут только и килл взял но над правда тоже 2 уровня мне правда не хватит слотов под не ними ними ну блин вот лайк не выкинуть рука тоже не хочется ever must have event тоже не обсуждается то есть либо и килл либо нет работает говорят бери и киосы фоби киосы фоби а это урон это так силу ерунду сделал посовет нет не возьму я хочу хотя бы посмотреть на нее бои 5 киллсов ей нужно обязательно закинем ей 5 киллсов слава есть мы готовы к бою поехали так армия не такая серьезно тут справа с прощой людям о появился вот новый милиш не 23 у него силы ослепляя цель не позволяя способности вот этого надо ушатывать чтобы ауешки не было поэтому давайте начнем с правого угла будем таким образом перемещаться может все таки перегислоцироваться сюда да давай так ну чтобы не и ты подставляешься вася лучше наоборот и ну как наоборот тебе нужно этого ушатывать нормально все поехали так а он же будет от меня отступать умырь он же будет от меня отступать с ним нужно как-то его именно на себя выманивать а я не смогу это сделать да короче просто пробиваем пока броню на максимум на будущее убегает не совсем кстати хорошо убегает тут правда проходит у и вот это начало капец извините а стоп у меня вообще со его нет ой не рискуй михаил бой не рискуй так это вообще битва может стать для мне последний отступаем броню пробиваем эту упорю надо отстрелиться отстреливаем раз что если я буду кучковаться он там две гренки кинет на меня это будет г.г. пробивает наверное имеет смысл перегруппироваться уже потихонечку отступать мачать 88 поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает миш будь внимательнее у новой ложницы по моему было два очка свободно и да второй левел скорее всего она была не нулевая а что у нее хищная птица ёпыры сет и она стреляет нормально я не буду стрелять на просто я приятно осознавать что она может она и вот этих упырей может отстреливать так тут перегруппировываемся в жуха им этого упыря надо восстанавливать армор там еще два человека с прощой вот чем проблема здесь я ухожу потому что ее надо прям спасать простреливаю последние единицы брони хочется глупо тапа 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 не рассчитал не рассчитал нет 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 и здесь неправильно поставил капец столько ошибок Пытаюсь уйти ему. Это жопа. Этого нельзя убивать. А нет, можно убивать. Даже я бы сказал, нужно. И у меня тут подставляется наш клевый бафер. Но его лучше сверху оставить, чем надо отдыхать им. Этот мега опасный. Может так подойти? Не-не-не, там надо... А, у меня нет возможности заблокировать. Капец. Все, гг. Что я делаю? Он не того бьет из-за особенностей по привлечению внимания. Вот этого надо отстреливать как-то. 23. Ё-моё. А, не достаю. Я не могу подходить дальше. Он просто подойдет, меня пробьет. Я не достаю просто. А он сейчас подходит. Он сейчас подходит и меня пробивает. Сильно пробивает. Это вот жопа. Всю броню пытаемся, плюс сплащащим. Может сейчас с обилкой? Руком. Да, тут надо с обилкой руком подходить. А я по-другому не смогу. Хотя там девятнашка может быть и получится. Когда он будет ходить? Сейчас я смогу от Лейв стрелять. Потому что если я его сейчас убью, девятнашка ко мне подойдет. Ну, надо дудеть. Снимать броню. И сейчас от Лейв стрелять. Максимально. О, нет. О, нет. Она же битая. Что я натворил? Она же не пробьет. Она же не пробьет. Она же не пробьет. Она не пробьет. Я не вытанкую здесь. А хотя нет, ей пофиг же. Нет, я не пофиг. Четыре хита. По максимуму пытаемся. Он бьет. Есть. Устойчивость. Ох, перегнали мы количество его. Ну, короче, броня не выстояла. Нет, лучше по этому бить уже. А, нет. Дело в том, что я хотел бы сплэшем уже добивать по верхнему. Не-не-не, надо по этому бить. Пока могу мимо брони, хотя какой-то урон наносить. Наносим. Девятка. Сейчас будет больным. Минус, скорее всего. Уклонение. Молодец. Молодец, уважаю. Здесь сбиваем хп. Потому что он сейчас будет стрелять. И отступает хорошо. Хотя все равно единичку, если захочешь. Не, не пробивает уже. Держимся, держимся. Так, здесь отдых. Здесь же держимся, держимся. Ой, держимся. Тут броню. Выщелкиваем. Давай у этого. Итак, сплэшем. Бах-бах. Этот мало урона носит. Классно. Тут. Пробиваем. Тоже со сплэшем по броне. Раз, два, три. Урон еще. А где урон обычный? 11. Можем сбрить. Но не нужно этого делать. Почему не нужно? Этот же не подойдет. Нормально, убивай. Просто за славу. Мастер лучник. Да, и мне же экспа нужна. Ай! Жива? Жива. Сбиваем снова броню. Держимся. Восстанавливаем броню. Никаких подкреп сейчас. Никаких дополнительных штук. Ничего вообще. Просто улыбаемся, машем. Всю экспу единички там. Держим, да. Ой, молодцы. Ой, молодцы. Четверку. Пофиг. А, там 11. Что-то я не увидел. Беда. А, этот уходит вызывать. Как вовремя я у него хп снял. Держимся. Подходим. Пробиваем упыря. Да, на шестерку давай. Бах тебе, сакатина. Минус лучница, да? Да. Снимаем большую часть. Нет, пришел в себя. И, кстати, он вызвал человека, который прям рядом со мной находится. И он сейчас пойдет меня месить. Что за... Твари. Снимаем броню. Так только не торопись, Миш. Снимаешь у этого большую часть хп. Живем. Спрощой, человек никакой. Ошибка. Не, нормально живем. Единицу. Добро. Держимся. Убиваем раз. Восстанавливаем по максимуму. Два. Ой. Сейва не было где-то сражений, не знаю, сколько назад. Пять, наверное. Добиваем. Пошел Биллэдж. Я, пожалуй, попробую этим добить. Чисто ради хп, потому что он... Все, никаких там, никаких преследований, если даже выбор будет, ничего. Враги лежащие, слава растет. Достижение, убейте врага с преимуществом мастер-лучника. И ранение, да. Да, без, без возможности. Но зато мы, возможно, сейчас спасем оставшихся людей. По летнему пути идут новые отряды драгов. Поспешите, кричите вы, осматривая дома. Вы нашли несколько семей, скрывающихся в деревне. Они спешно возвращаются в караван. Улучшилось настроение, и 21 человек. Зачем? У меня их полтысячи. Знал бы, не брал бы, конечно. Припасов на три дня. Изможденные мужчины и женщина подходят к каравану, высоко подняв руки. На пару слов, друзья, говорит мужчина. Мы бедные фермеры, пострадавшие от злой судьбы. Женщина бьет его и говорит. Говоря на чистоту, мы преступники. Нас здесь человек, мы будем драться за вас, если дадите нам еды. Блин. Бедные фермеры. Какая еда, у нас нет еды. Если откажу, они... Да идите лесом, короче, отправить прочь. Мы еще много умеем. Мужчины обрывают фразу, когда женщина бросает на него взгляд. Он кивает, тихим шагом уходит прочь. Ой, мне аукнется. Лишь после того, как вы сворачиваете, лагерь замечает, что пропала небольшая часть провизии. Своровались, сучки. Ну, я не мог сражаться, у меня тут битые люди. Хотя, блин, там небольшая горстка. У нас 8 припасов. Ой, кажется, зима заканчивается. Я вижу зеленую луга. Впереди верминт. 88, подчеркивание, поддержал ваш канал на столбе и сообщил вам. Делая сеть, как просто картинка не та. Смотри на выносы. Пей. Спасибо. Роуз Талю. Добрый вечер. Это уже было точно такой же выбор. Вы проходите около божьего камня Дандра. Похоже, что из-за сурового климата скала раскололась на части, которые удерживают лишь глубокие снежные заносы. Интересно то, что когда вы стоите между камнями, ветер стихает. Но когда отходите, он начинает дуть с прежней силой. Возможно, нам стоит заночевать здесь, говорит Ивер, который, кажется, заметил то же самое. Вокруг столько снега, не думаю, что драги найдут нас. Переночуем. Вы обходите лагерь, прежде чем устроиться на отдых. Вдоль каждой пряди массивной... Блин, какая громкая музыка. Массивной бороды Дандра высечена своя частица истории. Вы вердите головой, читая ее. Хотя мать, ткачиха была первой среди творцов, вскоре она нашла себе коллегу. Дандра. Олицетворявшая все ее идеалы в мужском облике. Дандр взял нескольких ее созданий, наделил их бородами и открыл им тайны кузнечного дела. Хотя многие с благодарностью вспоминают лишь за то, что он научил их веселым песням и играм. Настроение улучшилось. Когда караван разбивает лагерь, вы замечаете группу мальчишек, сгрузившихся вокруг чего-то. Они показывают вам коробку для пожертвований, вырезанную в самом божьем камне. Коробка представляет собой сложную конструкцию взаимодействия грани, которые перемещаются при прикосновении. Мы не можем открыть ее, говорит они вам. Головоломка. Головоломка. Попробовать открыть. Дети по очереди возятся и дают советы, когда наступает ваш через. Хотя открыть ее так и не удается, в конце концов уходят спать. Продолжить разгадывать. Трудно сказать, как долго вы возились. Возитесь с гладкими гранями головоломки, но когда люди начинают вылезать из палаток, вы понимаете, что дело плохо. Вы истощены после долгой бессонной ночи. Самое плохое в том, что коробка остается запертой. Вы устало ковляете с входящим караваном. Ё-моё, нет припасов. А надо было просто отдохнуть. Нет еды, нет ни хрена. Но! Все, ноль еды. Но мы приходим в Хаусторф. Плодородие, жратва. Унар. Странный старик с кожаным обручем на голове говорит. Если я что-то и знаю лучше женщин и медовухи, то это... Он и улыбается. Он и улыбается. Ничего. Но я знаю, когда людям нужна помощь. Просто позволь старому Унару немного все улучшить. И не задавай вопросов. За любую помощь, конечно. Тем вечером Унар прочищает глотку и громко читает сказ о путешественниках. Которые заканчиваются следующими словами. Война и смерть идут за ними, но свет надежды в их сердцах. Преодолели все невзгоды, ведь голова есть на плечах. Странная поэма, но крова нрад смене темпа. Унар кланяется и возвращается помогать поварам. Ужин выдался сытнее. Из кого ужин? Чем когда-либо. И странное дело, повозки с провизией кажутся еще более полными, чем раньше. Вы ищите Унара, чтобы поблагодарить, но он исчез. Припасов 20, откуда ни возьмись, на три дня протянем. Хей! Дедок-то шарит. И мы без потери в людях доходим до нужного места. Вдали вы видите хаус-торп, который дымится, как пепелище от костра. Даже на таком расстоянии можно различить ковыляющие между домов черные фигуры. Похоже, город заброшен, замечает Ивер, подтверждая ваши мысли. Обычно в таких местах есть выжившие. Напоминает... Обычно в таких местах есть выжившие. Напоминает Одлейф. Так, проверить на всякий случай. Я надеюсь, что другие сделают для меня то же самое. Нам не привыкать драться с драгами. Ивер хмыкает, но больше ничего не говорит. Кроме того, это может быть... Мы с Бигрома... Ой-ой-ой. Неужели сражение я... А, нет, фух. Едва войдя в городок, вы понимаете, что совершили ошибку. Весь город усеян трупами. Через несколько секунд драги набрасываются на вас со всех сторон. Словно вы разворачили осиное гнездо. Вы вообще... Ну, хотя ранение по два дня. Так, да, у этой есть очки способности. Что ей повысить? Что ей повысить? Пробивание брони. Хотя вот ее обелочки... Ей нужно силу бахать, чтобы урон был хороший. Потому что она стрелять будет очень часто. Отверждаю. Два ей особо не нужно. Это на зон будет хорошо. Что у нас по славе? Двадцать четыре. Можем руку повысить. Можем повысить руку. А, пятый уровень максимальный. Судя по всему. Пятый максимальный. Тут повысить ради... Ну, ради обелки вряд ли. Или оставить под следующее повышение. Ну, слава на самом деле есть. Ну, он не тратит. Он не тратит. Ему можно бахнуть армор, для того, чтобы он чаще подходил и свою обелку юзал. Ну, чтобы он держал просто удар. Но у него другая задача, на самом деле. Сила максимальная. Броня мне все равно в большинстве случаев не спасет. Только я мелких смогу блокировать более-менее. Но, с другой стороны, сила воли... Мне тоже особо не нужна. Разве что... На дополнительные уроны пробивания, когда надо. Хорошая тема. Четыре, шесть, восемь, да? Да, давай руку повысим. Так, пятерочка. Есть еще предмет на пятерку? Нет. Поехали, друзья. С богом. Ох. Ладно, стреляющих нет, мы придерживаемся тактики. 16 армора, к сожалению. Особо плотных нет, поэтому все нормально. Я могу выстроиться изначально очень хорошо. Скорее, вы знаете, задача у меня будет... Да, я не смогу заблочить все. Мне, видимо, придется руку выводить сюда, вперед. Эта подруга вообще никакая. С богом. Ой. Уходим. Раз. Так, единички, а потом двоечки. Единички, а потом двоечки. Единички это изи. Значит, лучницы будем выдавать. Экспун. Неизвестный подержал ваш канал 5 косарей от неизвестного. Спасибо за позитивность. Да, настроение хорошее. Минус. Паб джи, не-не-не, не сегодня. Не отвлекайте меня, а то я пойду же реально в паб джи. Вы чего? Квасит. Спасибо за пять косарей. Редко, что называется. Метка. Восстанавливаю. Настроение не очень хорошее, поэтому нужно все-таки силу воли подтянуть. Так, подходит первый с булавой, но он не добегает даже. Это прекрасно. Занимаемся с позицией. Сразу начинаем пробивать броню. Без фанатизма, есть запас. Отдохни. Но она все равно должна типа добивать. Мне не нравится то, что этот может дойти уже скоро. А-а-а, ты не можешь, да? Это плохо. А почему не можешь? Офигеть. Он будет уже в следующем ходить, да? Ты не добегаешь, хорошо. Давай тогда, прям с фанатизмом. Чтобы единичку оставить и добить... Как ее звать? Господи, эту новенькую. Нит. Отходит, пробивает. Плевать. Нит его добивает. Добивает ли? Мне не нравится то, что здесь будет. Неизвестный поддержал ваш канал на 5 тысяч рублей и сообщил. Ошибся еще раз? Спасибо за позитивный суток. А-а-а. Не надо побольше. Еще другой неизвестный или тот же самый, но решивший... Спасибо еще раз большое за поддержку. Ай, да, так, хорошо. С одной стороны, экспы хочется. С другой стороны, если я единичку уберу, то она не будет мешать вот этим вот более плотным товарищам. Поэтому, наверное, все-таки надо сейчас просто, не знаю, поработать, поснимать у бронированного хп. Она же мимо брони постоянно попадает. Теперь надо убрать вот эту единичку. Обязательно. Там от Лейв обязательно ловушку поставить необходимо будет. Здесь снимаем броню просто. Здесь уже можно потихонечку восстанавливать броню. Кажется, у него было 17. Снимаем броньку у этого. Хороший артефакт. Видите, 5 брони. Простреливать шикарно. Так, а здесь надо останавливать. Останавливать вот этого упыря огромного. Причем я попробую с троечкой, потому что у него огромное количество брони. Три стрелы выпускаем. Не хочется овердэмэдж делать. Не хочется. И не будем, значит. Точно не будем. Да, давай. Ждем. Этот подходит. Раз. Раз. Один. Два. И... Три. Мимо брони. Так классно просто. Так, здесь можем добить. Но добивать не надо, да? Да, добивать пока не надо. Просто приводим все к... Так, надо уже снимать броньку вот сюда в кучу кидать. Мне не обязательно прям все снимать. Мне главное, чтобы зашло больше трех. Чтобы сплэшем по этим еще прошло. Раз. Два. Три. Пробивает единицу фигня. Здесь мы пока восстанавливаемся. У нас есть армор. Этот проходит ничего пока сделать не может. И здесь... Слушайте, я тут отлейф должна блокировать. Но здесь я уже вынесу удар. Поэтому давайте сюда пятерочку по броне. Со сплэшем, соответственно, дальше. Проходящим дальше. Ну, туда. Пам-пам-пам. Он даже если под... Ааа, тут этот проходит. Чего-то я не заметил этого момента. Так, 12. Этот будет ходить до... Да? Ну, тогда здесь еще давай вот так вот сделаем. Зря две единички потратил. Хотя там урон увеличивается. Видите, две стрелы. Не одна. Как известно. Пробиваем тут. Что нам делать? Броню я не пробью. Зачем-то стреляю все равно по броне. Дурак. Проблема вот в этих двух. Понимаете? Даже я бы сказал, вот в этом проблема больше. Не в этом, а в том. Можно на самом деле использовать его тоже как... Да, давайте я просто пробью его на четверку с максимальной силой воли. Чтобы он заблочил и не помешал вот этим двум проходить. Все. Ой. Своего и... Ой, ну правда он подвинул. Сейчас доступ будет... Опасным. Останавливаем броньку по базе. Ну там девятнашка, видите, подходит рядышком. Этот... Этого ловим. Хорошо. Раз и два. Раз. Ну давай так. У нее более выгодного выстрела нет. Этот нулевый хорошо блочит от двушки меня здесь. И я в принципе могу попробовать остановить на этот раз, если бы у меня была... Да, у меня уже нет возможности это сделать. Значит, надо останавливать вот этого упыря. Снимать броню. И максимально его обескровить. Потому что здоровья у него дофига. А, вот заблокировали. Спасибо тебе, добрый человек. Что-то я не обратил внимания, что он ходит быстрее. Это очень хорошо. Это прям прекрасно, друзья. Надо, наверное... Его немножечко подрезать по броне. У нас будет сейчас возможность с вами еще... Здесь не пройдет двойка. Прекрасно. Просто прекрасно. Сплэшим снимаем броню. Или как? Да, оставим только одну силу воли. Да там... Да, все, этот не доходит. Отлично. Хватит. Армора. Все, а дальше пробуем работать по дальним. По дальним плотным людям. Здесь снимаем 11, доводим до единички. Ух ты какой, а. А дальше просто снимаем армор у других. Эти пройти не могут. Эти два пройти не могут. Шикарно. Стопэ. Таран, конечно, хочется сделать, но это... Лишний. Щитовик лучше тут, конечно, будет смотреться. Снимаем броню. Ей больше делать нечего. Главное, сделать так, чтобы потом она поубивала всех. То есть, она должна просто по единичке отстреливать всех оставшихся. Это будет круто. Здесь сплэш. Снимаем еще броню. И у одного, и у второго, и у третьего. Ой, тут сейчас бы отремонтировать. Причем по максимуму. А потом еще надо успеть. Слушайте, а меня могут и пробить успеть. Давайте здесь снимем броню. Мне кажется, у меня время маловато уже. Мне кажется, у меня очень мало времени. Давай так, чтобы дамаг не терять. Расстреливаем. Давайте этого добьем сразу. Ради экспы. Раз. Ну, бронька. Сейчас будем ей добивать постепенно. Держись, держись, держись. Я не могу ему сейчас накинуть броню. Я должен отдыхать. И это, конечно, больно. Здесь снимаем броньку в последний раз, чтобы та смогла добить с одного выстрела по недостающим. Ой. Держись, держись, держись. Так, добивай этого. Раз. Икспа. Все, икспа. Уже плохо. Уже плохо. Уже сейчас начнется. Но мой ход следующий. 6-11. Поэтому. Нет по броне, конечно же. Там уже почти не осталось армора никакого. Все, и сейчас на восстановленную ремонтируем. Даже, наверное, ей используем, чтобы восстановить больше. 8 брони восстанавливаем. Снимаем все броню. И уже все. И добиваем. Ну, ради повышения. Слушайте, а у кого еще не пятый уровень? Ну, то есть не хватает экспы. Кажется, у нашего... Не, у нашего саппорта все... Блин. Этого что ли ушатать? Не хочу просто ход терять. А там двенашка. А если я... Не, нельзя. Короче, ладно. К сожалению, я не могу ничего сделать. Я должен потратить один ход. Сейчас придется восстановить броню, потому что мы не выдерживаем ударов. Дуем в рог. Восстанавливаем по максимуму. Может быть, и не стоит прям ждать, потому что динамика отрицательная. Артефакт тут хорошо бы зашел, который... Все фраги лучницы. Ну, в идеале, конечно, да, но... Вы же видите, что меня здесь пробивают. Эт пошел вызывать. Ладно, хорошо. Это экспа. Давай-ка тебя вот так подальше просто. Подальше, отлично. Что ты сделал? Что ты сделал? Что ты сделал, дурак? Блин. Капец. Ну, вот что я сделал? Зачем я это сделал? Ой, дебил. Одно неправильное действие, и все, и сразу полицию получаем. И сейчас еще получим. Устойчивость нормальная. Ремонтируем на максимум. Я, пожалуй, тут отстрелю. Да и я не успеваю, сейчас еще тот вернется. Вызовет врага. Хотя нет, он не успевает. Нормально, ждем. Пока подойдет, хорошо. Ждем. Аквайз поддержал ваш канал на стороне и сообщает. Мишель, куда спешишь? Утанковитят на игнор двух урон и пассив. Еденечки его просто не бьют. Мне нужно добить этого, потому что он добегает на меня. Извиняйте. что я опять единичку убрал до устойчивость устойчивость про устойчивость я забыл снимаем армор он все равно подходит сейчас будет боль болючий удар еще и сделаешь вот что и сделал дурак повышение получили ранее не получили не нужны в этом городе не было никого кроме призраков и теперь к нам к ним добавились трупы драгов когда вы собрались уходить вам на глаза попадается старик тихо сидящий ветхом торговом павильоне перед ним лежит парочка предметов он что-то напевает себе под нос как будто ничего не происходит кажется он в состоянии шока уходя ваши люди берут его с собой одно старика взяли плюс 2 пробивание микро крючок фляжка воля при отдыхе плюс единичка брони повышаем уровень 226 блин я сомневаюсь что ее с ней буду ходить не реально не хватает танк танк еще не поздно посмотреть на килом и взять его беру кима два дня бы еще подождать а смит можно поговорить не помню общались ли мы ли мы раньше меня зовут нет я только ее лихихи не смеснул тебя зовут рук я знаю вообще то мы путешествуем вместе уже давно да разве не странно насколько близко можно находиться с людьми и при том не знать их сейчас она наболтает и я ее оставлю в отряде ой каждый день я вижу в караване людей которых готов поклясться никогда раньше не видел я хотела поблагодарить тебя что разрешил мне присоединиться к вам откуда ты кажется кажется ты не из когра я знаю большинство людей оттуда нет у меня был дом фростфельдере но мы были вынуждены бежать когда стали появляться драги мой муж погиб оу защищай наш дом меня сыновьями вышвырнули в чисто поле извини люди экила убили моего мужа экила как раз а я думаю экила поставит место нее или ее взять оооой мир тесен оооой что нам нужно симпатичная лучница которая вдова а или человек который мочканул ее мужа а а теперь эдил экил идет с нами превратности судьбы да я реально сомневаюсь с кем там долгое время я была в гневе почему ему дарована жизнь почему ты решил за всех остальных вы отводите взгляд не знаю что ответить но я отпустила гнев чувствую прилетит мне стрела у меня трое сыновей и я не хочу чтобы они выросли с ненавистью в сердцах вот почему я хотела поблагодарить тебя ооо а ты давно так хорошо стреляешь честно я никогда даже не пыталась пока одлейф не заставила меня я всю жизнь провела за шитьем и стиркой правильно и еще борщ одлейф весьма искусно но я не думаю что это все ее рук дело это хорошее ощущение я просто смотрю куда я хочу попасть в любом случае мне уже лучше караван люди каждый день какие-то заботы проблемы а это она говорит иногда невзгоды их просто доканывают я рада что я могу чем-то помочь окей не думай об этом у нас у каждого из нас есть свои заботы если понадобится что-то подстрелить только скажи она возвращается в свою палатку где ее ждут сыновья вот такое так проблема основная в том что удар мы не держим ивер не держит удар поэтому лесом лесом отправляется нит и мы берем блин вот ему бы третий уровень еще чтобы еще броню восстанавливать при отдыхе и берем психо и килом два дня бы восстановиться бы но за это мне придется отдать немножечко припасов настроение еще улучшается поэтому фоль дочь ну а белку кстати мы ну . по крайней мере четвертого уровня понимаете я просто не умею ну не привык пользоваться ее обилками если появится новый танк у нас свобода простора будет побольше там уже можно будет а это заменили по той стороне больше подходит поменяется еще все так давайте в маркете еще на две славы купим хавчиком и поехали дальше ой не успели выйти настроение уже такое у нас полтысячи людей девяносто три бойца разведчик возвращается с почти замерзшим ребенком я чуть не наступил на нее в снегу кажется она от чего-то бежала говорит он ее бледная кожа покрыта синими пятнами однако грудь слегка поднимается и опускается даже вести ее в таком состоянии опасно она может умереть говорит женщина оставаться здесь может быть опасно указывает другой блин и вот реально решение сложные то есть ради одной маленькой девочки рисковать рисковать жизнями других людей но с другой стороны и чудовищно рисковать ее жизнью то есть она скорее всего умрет если мы продолжим движение потому что давайте остановить обеспечить и поискать других выживших давайте один час кричите вы поищите других выживших лекари делайте все что в ваших силах огонь взывается увы сейчас драги придут а вы следуете за разведчиком ваши поиски оказываются бесплодными вы возвращаетесь из лагеря уже ага лекари еще возятся но уже появилась надежда что она выживет на следующий день вы снова отправляетесь хоть хорошо поет не караван устраивается на долгожданный отдых под сенью божьего камня ингрид богиня знаний ага юр прогоняет несколько детей от одинокого трупа драгского пращника лежащего у подножья камня стоит ли нам беспокоиться об этом спрашиваете воевер указывая на тело драга не думаю отвечает он но на всякий случай от а но на всякий случай отправить несколько воинов посмотреть окрестностях он говорит до час за часом проходит без происшествий осмотреть божий камень на поверхности камня высечены древние руны они вам не знакомы но эйвент говорит что некоторым ткачам удалось расшифровать их так ткачей выучили язык богов за высоким камнем начинается длинная гряда исписанных каменных блоков видим их слева спускающихся к самому подножию холма эйвент говорит что эти надписи странным образом меняются в зависимости от того кто их читает обычно в них излагается история богов но содержание может поменяться на любую тему сожалению эйвент не знает как их прочитать юнона смогла бы говорит он поехали дальше отправляясь дорогу вы спишь слышите крики доносящиеся от божьего камня те же самые мальчишки что и ранее интересовались мертвым драгом кричат и указывают на что-то руками на секунду вам кажется что драку ожил но затем вы видите что они развернули сверток который был его руках артефакт подожди говорит и вер пригодив вам дорогу рукой не нужно чтобы люди это видели увидев всех прочь холодок пробегает по вашей спине а лето проталкивается мимо вас и застывает в ужасе столь кричит ивер но любопытные уже успели увидеть забудь что на земле перед мертвым прачником копошится маленькая каменная фигурка ее руки что-то ищут это ребенок а а а а это драк женщина мы убивали женщин мы все это время убивали женщины детей какие дети это что оставив их умирать войне сражаются только мужчины мы дрались с этими драгами всю дорогу почему же нас атакуют женщины с детьми на спине они не наступают они бегут все резко останавливаются весь караван собрался вокруг на перекошенных лицах вы видите отвращение и ужас когда я говорил с юноной она сказала о приближении чего-то она этого не знала тьма что-то черное накрывает мир и драги бегут от него также как бежим и мы от них змей землетрясение это всего лишь начало конца ивер ой ивер ты знал почему почему ты ничего не сказал да не истерим сейчас не время в молодости я убил одного из сундров во время второй великой войны мы называли его рейзом каждый раз когда мы или мы отстраивали нашу оборону он рушил ее и снова отбрасывал нас я потерял остальных варлов и посреди густой метели наткнулся на рейза он был точнее она была одна она кормила дитя я бросил топор его отклонило ветром и ее сын умер у меня на руках она выглядела так жалко стоя на коленях в снегу она даже не пыталась остановить меня когда я отрубил ей голову вот так я убил сундра когда я пришел в грофхайм варлы хотели сделать меня кендром следующим в очереди на трон и он ливнул после этого да я ушел и ушел пока не очнулся в скогре очутился и никто не знал о том что я сделал слышится ветер шумящих деревьях долгое время все молчат пока крик ребенка не нарушает тишину что нам делать с ребенком спрашивает она комок встает у вас в горле когда вы смотрите на маленькое обсидиановое существо копошащиеся перед вами настаивать на том чтобы взять его с собой а он то причем вы спорите призывая к состраданию и гуманности некоторые женщины из каравана неохотно соглашаются взять младенца драгов на попечение то время как другие яростно протестуют стране училась вскоре к вам подходит одна из женщин вот крепление от его пеленок говорит она подавая вам булавку явно не драгского происхождения вам бросается в глаза слова выгравированные на серебре стойкость я знаю это послание самой богини говорит женщин серебряная брошь а уже артефакт дали до впереди нас ждут гораздо более серьезные враги драги этот это так попутные короче все бегут все бегут вы совершаете привычный обход когда замечаете собравшихся и горячо спорящих между собой варлов ивер идет вместе с вами о крумар которого мы не убин тебе кажется интереснее за а что тебе кажется интереснее заснуть и окочуриться в трактире или пасть сражений с сундром мне интереснее вообще не умирать самый кстати древний один из самых древних даже не знаю почему ты беспокоишься во время великих войн я сто раз это делал взять несколько воинов и ринуться в гущу драгов заставить их преследовать уйти в холмы и запутать след когда ты сотни раз дурил драгов ими уже командовал громоглас короче меряется меряется ты слышал про тот случай когда я метнул топор в голову громогласа что случилось осторожней друг мой тут воздухе летает много старых историй войны поговаривают что нас на хвосте слишком много драгов громоглас догоняет нас этот умник считает что можно просто побежать ввести их с нашего следа как насчет благодарности думал ты обрадуешься думал ты обрадуешься тому что стал самым старым варлам на земле убин все-таки он постарше будет смерть множество варлов меня не обрадует крума кроме того я не уверен что ты действительно старше меня старое соперничество вижу подобные слова напоминают мне что я и так потратил слишком много времени впустую в старые времена я уже был бы на полпути к полю боя к слову ты идешь ингур ты мог бы попросить громогласа вернуть тебе руку я так не думаю сейчас нет настроения ну хорошо я скажу хардборгу что ты передаешь привет забрав много опытных варлов воинов крумр отправляется в сторону огромной армии драгов минус 40 варлов он вернется раньше всегда возвращался в этот раз у меня другое предчувствие хорошо что его не начал выкачивать просто берут люди и валят и валят берут с собой всех варлов 4 варлам не осталось и просто свалил а и вещь еще айтемы точно уносит с собой стойте звучит решительный голос откуда-то спереди окружающая местность внезапно оживает вооруженный воин окружает караван не будем проливать кровь говорит главарь оставьте парочку повозок и притворить что вас не видели ты пес немедленно атаковать причем он успевает закончить фразу вы ухатываете оружие бросаетесь в атаку ни хрена себе у меня тут провизии на два дня какие-то упыри мне тут так ну что ивер мне особо не нужен в плане ну короче таким составом пойдем сколько нужно килов 3 кило тебе нужно это будет разбойники ой ну баса на кого вы полезли на кого вы полезли придурки так тут две лучницы меня немножко смущает можно попробовать одну шатнуть практически сразу выставляю так выставляя пожалуй так ты у нас идешь сюда ты у нас идешь лучше вот сюда наверное а тут вражеский нет это мой это мои все люди как-то так поехали подходим отстреливаем сразу вот лучницы надо вышатать может ну чтоб не мешало реально эти довольно шустрые о а тут можно троих про атаковать нужно подойти на серьезно подойти на две полные клетки дуга максимальная дуга 1 2 3 там еще улучшится за день 1285 какой рост 23 рубля и спасибо большой киборг главный стресс конденарская прозаическая повествование залип так этим не сильно угрожают ну конечно да то того мы вынесем подходим и шатаем эту подругу шатаем бескомпромиссно не будем там добивать хавчика захотели мы его а он сейчас будет идти это плохо надо угадать с места куда он пойдет я думаю что он пойдет на мелких вот на моих вот семерых но я рискую конечно нет он пошел сюда плохо творишь добро ну давай есть лучица попадает а надо добито добито но у него там хп маловато я перегруппировалась снимаю 5 армором это тоже бит а я не ленили не ленили не повезет ой 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 все короче надо его как-то заблочить от остальных можно с места протачить но это как-то как-то неправильно что ли надо перегруппироваться вот так протаковать поэтому оставив ему один хит возможно этой подругой отойти но и и там прям будут я достану я может достать только один поэтому плевать ухожу сюда максимум ну и все очень здесь блокируем другом очень страшно здесь надо выходить и добивать ради экспы подходим пробиваем это первый оп далее не помешало бы пробить еще брони или обилки этого шатать раз-два на давай попробуем а белочкой что я зря стою тут прям правда к сожалению она будет базового уровня но все равно раз-два-три не добегает и восстанавливаем броню на максимуму ай чё держись тут кайтель снимаем броню одлейф возвращается помогать до этого я убью не страшно устойчивость устойчивость прекрасно что можно сделать толчки идут ну да не получится этот опасней попробуем броню ему снять и сдержим удар но и как тут надо пробивать вроде как могу это сделать если прям они от 60 плохо очень плохо давай просто броню ну я ведь не не могу с таким уроном нанести х это вроде достает сейчас еще разок попробуем обилку и узнать что в две лучницы я ударил раз-два и по недостающему бабка отлично единицы так тут вообще нужно восстанавливать конечно броню вроде как и отдыхать нужно но уже никак не могу сделать маловатым я пробиваю тоже надо помогать надо вписываться надо снимать броню максимум раз-два и убиваем раз-два и удар это ерунда главное сейчас вот это он но он про такую цирану блин возможно и надо ну отвратительным уровень конечно получено ранение нашел пилотчо кстати мог еще этого потерять нужно замена и веру у него у этого брони будет больше чем у того все добили как ранение 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 мне кажется я не получил дайвер ранение или получил повышение сколько там нужно было да не получил 1 киллса не хватает отвратительно ну хоть еду мы не отдали настроение ужасное я вижу уже холм ооо ну что неверующий идите сюда раздается чей-то рык крумр с группой воинов вырывается вырывается из заросли не ждали встречайте непобедимый варл караван радостно приветствует благополучное возвращение крумра настроение улучшилось варлы вернулись не все кстати твой план сработал спрашивает убин сработал фылкает крумр конечно он сработал драги не изменились пройдет день а может и два прежде чем они собственную задницу смогут отыскать плюс 20 славы а если ты решил извиниться я скажу как нашел это говорит крумр бросая вам пару кожаных перчата которые выглядят достаточно большими для варла он наклоняется близко и шепчет чтобы не услышал убин это связано с косынкой и в бар вороньем гнездом рука дундра славы почти 40 и мы уже почти угорода приближаясь к сегрухольму мы ждем самого худшего когда-то мирное озеро окружающий город теперь выглядит как опрокинутая чаша прекрасные дома тонут у грязной воде последствия землетрясения что превратился остальным мир по ту сторону этих гор один день просто провизий еле дотянули а рука для безрукова реально может быть она типа как протез будет работать тут вроде не не выглядит все абсолютно заброшено кажется до сюда драги еще не добирались он я вижу живых жителей одна катастрофа за другое говорит он лейб когда вы входите в сегр холл похоже что город погружается в озеро горожане косятся на вас из темных окон и самодельных лачук громоздящихся выше по холму на крышах там сидят нет говорит эйвин с диким выражением лица где она он бежит вперед каравана оглядывая озеро юноны здесь нет и в голову закрадывается мысль что вам тоже здесь не рады о том чтобы подниматься вверх по реке не может быть и речи пляж полностью полностью пуст не считая редко разбросанных остовов рыбацких лодок вы неохотно разбиваете лагерь в тонущем городе я хочу узнать лишь то сколько ты готов ждать обходя караван вы случайно тыкаетесь на спорящих от лейв и эйвин да ну естественно как столько сколько придется и я думаю и я думаю мы должны уходить отсюда мне не нравится это место почему что не так что-то здесь не так местные глядят на нас как стервять как стервять как стервятники в пустошах прости эйвин я думаю что он лейт права я видела человека пока мы разбивали разбивали лагерь он пристально смотрел на меня он смотрел очень странно а если драгина здесь нагонит что тогда еду на придет просто подождем еще немного рук послушай меня я хочу чтобы ты мне доверился ты говоришь на здесь ждет где она где можно отдохнуть есть есть у нас про визит плюс 2 воли за убийство о обсидиановый колокольчик плюс 3 брони при отдыхе привлечения агрессии плюс сила топич топич надо брать ну на максимальный уровень на 5 3 брони при отдыхе плюс он для танка привлечения агрессии беру не думаем берем короче берем на 5 дней провизии и смотрим что у нас по половой лапом этот нубас не справился вообще и веру надо дать сразу штуку кайф но потом этому передать как раскачается стоит ли отдыхать не обязательно самом деле только еду потратим ты сильно беспокоишься за нее что а за енону беспокоюсь слабо сказано если она не найдет нас здесь или что-то случилось с ней ты уверен что ты видел реальное может быть это был сон или что-то еще ты был сильно истощен я я не знаю честно говоря я больше не уверен все как в тумане не говори другим что я это сказал придется надеяться что это был не просто сон а перчатки нужно провести точно так почему громоглаз все еще идет за нами я видел как горел гроф хайм взгляде эйвенда появляется мечтательное выражение сундры прошлись по нему словно буря и варлы падали тысячи большинство сундра покинула город и направилась на юг кто знает где они сейчас возможно уничтожают все окрестные города или направляются в сторону арберранга громоглаз остался в грофхайме видимо чтобы вдоволь покуражиться когда мы бежали в эйнартпо мне пришло в голову что он хочет стереть варлов с лица земли но затем он бросился за нами возможно он знал что это ибер убил рейзов может быть но я давай лучше следить чтобы он нас не догнал думаешь наступает конец света я я не знаю что думать я хотел бы дать ответ получше даже если мы спасемся от драгов змеи сказал что на мир наступает тьма я не знаю как долго это займет и что вообще это значит я просто пытаюсь решать про 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 проблемы поочередно заговаривайся же много читаем ткачи находятся в варберанге если мы сможем найти корабли и добраться до столицы у нас будет шанс я не буду отнимать его и время понятно не все нормально руб короче я ценю возможность поговорить хорошо возвращаться на землю я потратил весь день думая о змеях и сундрах я думаю что многие люди напуганы боятся меня не беспокойся ничего нового я к этому привык может однажды мы поговорим о чем-нибудь что не имеет отношения к концу света это конец света как бы пошутил сокол так давайте еще разок на героя посмотрим там же еще один предмет был какие-то перчатки а вот и 5 5 уровня плюс 3 к силы к силе ну напрашивается и веру конечно эту штуку но если мы ему вы максим еще до семнашки а мы не вы максим не семнашки что мы в танк и его раскачали дурак просто 17 у нее 20 урона было бы с ней давать лучника мне особо выгодно потому что у них урон идет главным образом от недостающего количества брони а пробивают они фиксированное количество брони это подходит человеку типа ястреба у которых там 17 18 силы на старте ну кстати к румору подойдет великолепно но его еще нужно прокачать посмотрим я может и веру все таки отдам зря надо было все таки на семнашки силу ему апнуть спать не буду тратить припасы не стоит пять дней я думаю хватит поэтому уходим рук пожалуйста подожди умоляет а нет точно ждем или не ждем не я верю я верю она придет хорошо еще совсем немного вы горите я виндош останетесь ненадолго сами не уверены между домами завязалась драка воры кричит один из ваших людей группа незнакомцев убегает из-за вашего лагеря под лейф уже бежит след за ними а здесь забрали нашу провизию кто-то кричит не обращать внимание на кражу защищать караван пусть бегут кричите вы прежде чем кто-нибудь успевает сорваться с места лучше сохранить то что у нас есть чем бегать за тем что пропал гаража не продать ну да потому что может быть отвлекающий маневр был гаража не продолжают выглядывать из окон и из-за углов и кто больше не пытается покуситься отлично просмогли мне сейчас изи просто развести группа людей из каравана останавливает вас послушай говорит один из них здесь небезопасно я ничего не знаю о ткачах и всем остальном но мы собираемся уходить и я надеюсь что вы пойдете с нами пара десятков человек как фермеров так и воинов поддерживают их пожелать им удачи вы желаете им удачи но объясняется что сами пока не можете уйти они пускаются в обратный путь по суше вы не знаете куда они пойдут они скорее всего погибли надеетесь третьих снова минус 48 людей 22 бойца 6 варву еще отдыхаем настроение улучшилось еще отдыхаем еще отдыхаем вообще отличное настроение еще отдыхаем капец еды нет еще отдыхаем еще отдыхаем еще отдыхаем блин он не придет она заканчивается провизор теряем бойцов еще отдыхаем сегодня все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Страшный, каким бы вы его никогда не видели. У меня ранение. Иверу перчатки. Предателем оказался он. Ага, конечно. Или броню при отдыхе. Давай броню при отдыхе. Давай так. Три лучника стоят. Мега близко, конечно. Но там народу тьма смущая. По-хорошему, конечно, надо выходить вот сюда. Там. Отлейф минус. Не дочь устроили. Перемещаемся вправо. У нас очень мало с вами настроений ужасной силы воли. Да, короче, мы минусываем. Сучок. Восстанавливайся пока. Блин, что-то я не рассчитал. Капец. Ошибаюсь. Чё-то я не подрассчитал. Чё-то я не подрассчитал. Попадает. 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 Можно попробовать вжухнуть этого упыря. Ну, потому что их спам. Ой-ой-ой. Опасно. Побиваем. И этого надо качать, типа, еще. О-о-о-о-о-о-о-о. Е-моё. Все, надо броню восстанавливать уже. И перегруппироваться. Поехали. максимум этим вообще ждать можно и как-то блочить и не пока я целый я должен должен воевать доводим девяточки хорошо сражается же ненормально так добиваем это раз повышение хорошо не даст не достанет лучницам подходим добиваем этого тоже ради экспы стреляют но здесь вроде броня есть должны держаться тут лучше наверно отдать приказ нет подожди так а я понял тебя давай тебе тогда пусть восстановится если успеет конечно потому что сейчас опять будет простреливать устанавливаться надо серия это хорошо что он так пробивает потому что так когда этот будет ходить скоро уже перегруппировываемся отступаем пробиваем броню у этого максимум напасен надо отсюда валить возможно даже да надо вот так валить я там не выставлю просто атакую нормально с фанатизмом здесь сможем еще экспы получить да и он готов вытанковывать 14 брони раз хорошо достает да я не успею просто убить надо хотя бы часть кпс снять с надо срочно броню восстановить по максимуму держимся он пробивает серия на нет просто один удар хорошо здесь продолжаем кайтить отстреливая броню у этого упыря больше мы особо там раненым не можем что-то делать достает опять ой ну чё отдых броню восстанавливаем давай попробуем этот не должен добежать не надо лучше смочить а подождите я же могу их раскинуть да получается на сколько клеток урон силе на одну клетку давай-ка сюда наверно пройдем по четырем попробуем и бешенством ох нифига себе а чё так больно там же было написано не понял там 16 брони у главаря я не увидел этого момента меня пробьют там так можем приказ сделать мне наверное стоит вот так подойти и попробовать держись держись или в принципе отступить этот будет ходить очень скоро и он пробьет меня он меня пробьет а не не пробьет тогда отдыхаем раз и восстанавливаем сейчас броню в надежде ну это маловероятно там 16 а у него 13 может и пробьет выдержим давай есть держим держим удар так удар слабенький удар слабенький кто там будет дальше ходить скоро вот это скоро будет ходить пытаясь пытаясь пробить броню ну это тяжело тут все равно потери будут я не вижу как вы стоите прорвается и удар единичка так здесь либо луч не смесить верхнюю лучность не смесить или даже с бешенством это сделать чтобы нести это и урон поехали отлично тренажка там опасная конечно а будет ивер ходить следующим что я могу сделать я могу проатаковать я могу убить 826 этот будет следующим ходить давай тогда так бах а сплэш там же еще прекрасно не не только не пхп только не пхп ай в конце концов он пробил по здоровьем надеюсь тоже у нас колоссальные потери будут это ерунда ради экспы пробиваем вот опасно сейчас он тоже нарезать будет надо сейчас обилкой уже вжухать блин что-то я не увидел этого капец просто жопа извините это мина скорее всего нет держится здесь надо отходить молния чушь это добегает убивает эту подругу да ремонтируем все равно это две единицы брони ерунда это не ход сейчас из-за этого поплачусь так хорошо серия живем тут ради экспы пробиваем раз он подходит убивает естественно здесь надо подойти и вжухнуть этого упыря и пилоч пошел он убивает скорее всего этого еле-еле еле-еле мы выживаем трачу я всю энергию чтобы снять у него армор трачу энергию чтобы подойти не добиваю но и не могу оставить его в живых а а а какой ценой это все килл к повышению но там три ранения у нас ранение у иера ранение у рука и у нида там сейчас мы до дочери добраться где а лето кричит ивер разрубая ближайшего бандита но вы уже ковыляете в густую чащу в которой они скрылись не обращая внимание на сражение за своей спиной сквозь туман боли возникает мысли что вы потеряли их следы затем вы слышите на расстоянии крики а лето который прерывается молчанием вы бешено продирать пробираетесь сквозь деревья а лето лежит спиной к дереву на небольшой поляне ее руки и вся одежда заляпанной кровью она тупо смотрит вперед не моргая рядом с ней лежит тело онифа из его правого глаза торчит стрела так словно ее воткнули рукой она смотрит вашу сторону затем на онифа я убила его о о лето ты в порядке взглянув на взъерошенную окровавленную после схватки сони фамалет и вы содрогаетесь от боли нет я я не ранен у меня не было выбора дать все нормально короче ух от нее кровь папа не двигайся ты истекаешь кровью она подбегает к вам и в отчаянии зажимает рану я могу я могу это исправить где моя игла одлайф кто-нибудь одлайф мертва ивер я нашел их теряя сознание вы видите эйвинда ивера и о летту склонившихся над вами он выживет конечно я же главный герой вы открываете глаза услышав голос а летты обычно такая рана я надеюсь что сделал достаточно я выживу папа а лета сдерживается чтобы не обнять вашу перевязанную грудь и вместо этого притягивает вашу голову к себе слова вырываются легче чем вы ожидали одлайф хорошо что здесь был эйвинд она выживет она выживет ребята все девчонки живы нам удалось убить большое количество предателей остальные убежали в лес было много людей которых я не смог спасти ты сделал все что мог эйвинд ну все короче понятно никто не ожидал что ты воскресишь мертвых эйвинд хмурится положив руку на лоб почему он сделал это руку он говорил с тобой прямо перед тем как это произошло он планировал это с самого начала думаю что с этим все ясно экил сам убил почти десяток людей онифа он сказал мне что именно ониф управлял что именно ониф управлял фроствеллером он ушел из фроствеллера когда выпал шанс устроиться получше кажется эти отношения подошли к концу экил всего лишь изображал главаря чтобы отвести угрозу от настоящего ониф не случайно набросился на тех кто из когра он наверное думал что когда с нами будет покончен он возьмет знамя и все остальные начнут повиноваться ему в лучшем случае они забрали бы всю провизию там нет еды а людей оставили бы на растерзание драгом нам нужно быть поосторожней мы больше не можем брать в караван кого угодно нет ничего не меняется мы не такие как он рук ты лучше меня это не меняет того что громоглаз идет за нами по пятам в болотах за ven мы можем оторваться от погони но нам нельзя останавливаться ваше было все ваше тело болит но и вер переправ дорога зовет люди же начинают сворачивать лагерь ооооооо шт Ну что, друзья, это была хорошая серия Мы с вами серьезно продвинулись вперед История получила свое развитие Познакомились и сопартийцы новые появились И проблемы у нас были И бои славные И решения трудные Тем не менее Движемся вперед Спасибо вам большое за внимание Игра прекрасна Еще раз рекомендую Пройти ее самостоятельно Потому что у каждого из вас будут Свои решения, своя история И, конечно, тут есть о чем подумать Увидимся с вами Надеюсь, что до скорой встречи Спокойной ночи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok